Я познал тьму, которую ты не захотел познать, но я не в силах уже что-то поменять. Не ищи меня, иначе твоя добрая душа погрязнет в этой тьме. Я верю, что когда-то мы встретимся. Антимаг. Магина. Мы должны действовать. Террорблейд и Магина были братьями-близнецами, порождениями повелителя леса Фурион, но каждый из них получил совершенно разные способности и силу. Магина вступил в ряды ловких и быстрых воинов с Энтином, в надежде на то, чтобы когда-нибудь встретить своего брата и уговорить его вернуться в семью. Каждый раз, когда Магина вступает в бой, он сражается не для выгоды или убийств. Он борется за брата и дружбу. Однажды тьма призвала меня, но я был очень занят. Тогда я призвал тьму, но там был автоответчик. Так мы до сих пор и не встретились. Я не слышал таких историй. Уже 10 тысяч лет. Хорошо, иллюзи заберут. Ультракилл, хорошо. На вставочку. Да? Пора бы поставить лайк. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Ксанас. И сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы перейдем к разбору этого гайда, конечно, поблагодарить вот этих спонсоров и поблагодарить всех, кто подписан на меня и в целом, кто меня поддержит. Ребятки, от души каждому, кто залетает на стримы 19.МСК. Спасибо всем, кто подписан на ТГ и кто подписан на Бусти. Ребятки, не забывайте про Бусти. Бусти сейчас работает, все хорошо. Я туда заливаю все стримы, которые у меня заканчиваются после 19.МСК. Я провожу стрим. Стрим заканчивается. Я его туда на Бусти заливаю, чтобы авторские права не душили Ютуб. Поэтому, если хотите, залетайте. Там подписка сейчас и платная, и бесплатная. То есть, все в доступе. Спасибо всем, кто поддерживает. Ребятки, еще раз и от души. Ну что, у нас сегодня, конечно же, продолжение фееричной, лютой, интересной экономичной истории, экономичной истории двух братьев. Это, конечно же, у нас был Террор Блейд, а сегодня у нас, естественно, Антимаг. Вот такая вот прекрасная моделька. Одни из самых любимых моих персонажей. Это вот два вот этих героя. Антимаг, Террор Блейд. Офигенная история, офигенный герой. Ну и, конечно же, так как сегодня гайд, мы узнаем, как работает его способность. Как работает Манобрейк, как работает Блинк, как работает Спеллшалт и как работает Манавоид. Друзья, для вас я готовил очень интересные и потные катки. Надеюсь, они вам понравятся. Но для начала нужно, конечно же, пройти теорию. Не скипайте теорию. Досматривайте до конца. И поехали. Ну что ж, друзья, первая способность на нашем персонаже, это, конечно же, Манобрейк. Данная способность позволяет при атаках снимать Ману у врагов. При этом ваши атаки, когда вы снимаете Ману у врагов, будут, конечно же, наносить немного бонусного урона с этой способностью. Данная способность является Орб-эффектом, что, естественно, здесь у нас написано. Поэтому, ребятки, держите в курсе, что сюда нельзя собирать какие-то Орб-эффекты, типа Скади, Маднес и всякую прочую тему, ребятки. Но это дополнительно мы еще разберем. Ну что ж, хотки у нас R, прокачали данную способность. И давайте посмотрим. Это у нас, естественно, пассивочка. И когда вы атакуете какого-либо врага, у него, смотрите, уменьшается Мана. При этом идет такая сигнализация, да, сигнал идет такой. Обожаю этот звук сжигания Маны. Ну и, конечно же, персонажа, вот именно вот этого в данный момент вы бьете немного посильнее. Когда вы сжигаете Ману, у вас идет дополнительный бонусный урон. В зависимости от уровня прокачки он увеличивается. Также увеличивается, конечно же, сжигание Маны за урон, которое вы сейчас прямо увидите вот здесь по табличке. Смотрите. На первом уровне 28 Маны за удар, на втором 40, на третьем 52. И, конечно же, на четвертом 64 единицы Маны вы будете сжигать. При этом обратите внимание на следующую графу. Урон от сожженной Маны. 60%. То есть 60% от сожженной Маны вы преобразуете в урон. Это у нас, естественно, физический урон и как будет ложиться этот урон. На первом левеле вы получаете 16 бонусного, на втором 24, на третьем 31 и на четвертом 38 дэмэджа. То есть на четвертом уровне 38 дополнительного урона вы будете наносить, при том, если у оппонента будете сжигать Ману. Если у него будет 0 Маны, естественно, бонусного урона не будет. То есть иногда даже замечали, да, антимаг сильнее бьет, когда у него именно идет вот сжигание Маны по оппоненту. То есть, ну, это по кайфу. Это позволяет побыстрее пофармить, побыстрее подушить оппонентов. Тоже на лайне очень хорошо, когда у врагов нету Маны. Ну и самая интересная тема это то, что вот этот небольшой бонусный физический дэмэдж, который идет при сжигании Маны, он реагирует на вампиризмы. Он реагирует на вампирик Ауру и на Владимирс. То есть вы немного больше отхиливаетесь. Вот такая вот небольшая фишечка. Ну что ж, самое интересное, что у нас, конечно же, может быть. Так как у нас это антимаг, естественно, эта тема будет работать у нас с Маноберном на иллюзиях. Это жестко. Смотрите, как иллюзии сливают. Просто иллюзии убивают за счет этого Маноберна. Самое неприятное это то, что, конечно, Сильверейдж у нас отключает эту пассивку. Данная способность не сжигает ману через БКБ. Смотрите. То есть если я буду вот так вот в БКБшке, то я не смогу сжигать ману через БКБ. Это вот такой минус. И неприятно то, что Сильверейдж также отключает эту пассивку. Ну и в принципе все. Самое-самое нужное, что вам еще нужно знать, ребятки, это то, что первая способность является у нас орбэффектом, как я уже говорил. И все вы знаете, что Диффузиал Блэд не является орбэффектом. И прикиньте, если бы он стакался с первым спеллом. А он не стакается. Вот так вот. Там по соточке маны за удар вы бы точно снимали. Поэтому, ребятки, не стакается у нас первый спелл с Диффузиал Блэйдом. Запомните эту тему, ребятки. Запомните. В принципе все. Все рассказал по Манобрейку. Погнали на следующую способность. Следующая гениальная способность на нашем антимаге, это, конечно же, блинк. Ходкей у нас Б, прокачали данную способность. И что у нас будет, если мы будем блинковаться? Вы вот так вот нажимаете кнопочку ходкей и нажимаете туда, куда вам нужно блинкануть. Данная способность офигенна. Это почти как даггер. Почти как даггер, но имеет немного поменьше расстояние блинка. Кайфовая вещь, но нельзя блинковаться в неразведанной территории. Если сейчас я написал I see that people, то в игре у вас может быть прикол, что вы не сможете блинковаться. Ну и, конечно же, вы можете еще прокликать в непроходимые места, как типа вот этот, да? Вот этот звук. Нельзя сюда блинковаться. И вы можете также по карте случайно нажать на такое место. Очень классная способность. Позволяет люто душить, и вы можете заходить в драку так спокойно, выходить с нее с этой драки спокойно. И никаких проблем вы не будете знать. Единственное, когда не работает данная способность. Данная способность не работает в станах, не работает в рутах. Вы не сможете блинкануться. Ну и с уровнями прокачки, конечно же, у нас улучшаются некоторые моменты. А какие, сейчас будем разбирать. Вылазит табличка, и смотрите. Дальность применения глобальная. То есть, куда хотите, туда и нажимаете. Но в определенном расстоянии, о котором мы сейчас и будем говорить. Максимальная дальность телепортации. Телепортация с блинка у нас улучшается с уровнями прокачки. На первом уровне дальность способности этой будет у нас составлять 925 единиц. Потом 1000, потом 1075. И на четвертом уровне 1150. Дальность применения, дальность вот этого блинка 1150 единиц. На ласт уровне. Это круто. Монокос всегда 60 и перезарядка такая. 12, 9, 7 и 5. Каждые 5 секунд вы можете блинковаться на 1100 расстояния. Постоянно вот так. И тем самым догонять, убивать, кайтить что-то. То есть, в вас летит стан венги, вы берете и кайтите. Не проблема. И тем самым напрягаете врагов. При этом становитесь нереально быстрой фармашиной, нереально хорошим эскейпером и нереально хорошим зацепером. Вот так вот. Руферы, зацеперы, паркурщики, все это дело такое. Вот такая у нас способность вторая. Ну и в принципе все. Погнали на третью способность. Итак, ребята. Следующая способность на нашем персонаже. Это, конечно же, спеллшилд. Данная способность позволяет защитить нашего персонажа от магического урона. В зависимости от уровня прокачки, у нас, конечно же, сопротивление магическое будет становиться сильнее и сильнее. Как это в целом работает, я вам сейчас расскажу и покажу. Хотки у нас демы, прокачали данную способность. Это у нас пассивочка. Сразу говорю. У антимага две пассивочки. К сожалению, тут пассивка. Была бы активка контрспелловая, как в доте 2. Я так мечтаю об этом на самом деле. Это круто. То есть, когда в вас магию кидают, вы можете нажать хоткей. Е, это хоткей, я помню. И, конечно же, антимаг такой делает щит и откидывает от себя все направленные способности. При том, что не получает их, как в случае с лотусом. Это было бы круто. Но это первая дота, поэтому спутитесь на землю. И не ждите никаких обновлений, потому что ант не хочет. Он не хочет. Он говорит, что я вру, что аудитория не хочет новых персонажей в доте. Ну и ладно, его дело, в принципе. Я-то что? Я обычный холоп. Мое дело работать. Все. Вот такая вот способность, ребятки, защиты от магии. Сейчас мы будем смотреть, какая разница. У нас тут есть два антимага. Один антимаг имеет четвертый уровень данной способности, а другой антимаг имеет первый уровень. У нас здесь одинаковое количество хп. У нас есть тут орбоэффект со скади, специально, чтобы первый спал не работал. Но не обращайте внимания. Закидываем бласт пугны и смотрим, сколько дым уже нанесется. 1400 стаза с хп, а тут 1550. Ну, разница, в принципе, небольшая. Небольшая. Но, но, я расскажу, как немножко правильнее будет раскачиваться. И там, на самом деле, разница в прокачках небольшая. Это мы увидим по табличечке и по моим рассказам. Но, в целом, резист намного больше. У этого антимага, у которого в 4, да? Согласитесь. Но разница не особо большая. Вот 493 и 556. Разница в 60 хп. Эти 60 хп могут зарешать. Поэтому, ребятки, вот такая вот способность. Как она у нас в целом работает и как правильнее будет раскачивать, смотрим по табличке. Табличка вышла и... Сопротивление на первом уровне у нас 26% от магии. На втором 34, на третьем 42. И на четвертом 50%. 50% смягчения магии. Это жестко. Но это, на самом деле, просто цифры. Все вы знаете, что у всех персонажей есть магическое сопротивление. Там, у Сан Кинга, у Венги, у Пугны. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но, в частности, у всех 95% героев доты имеют одинаковое количество сопротивления. Одинаковое количество. Самое маленькое сопротивление у нас, по-моему, у Хускара и у Визажа. Раннее именно. Именно раннее вот это сопротивление магии. Оно самое минимальное, по-моему, 15%. У Мипа самое большое 30%. У Антимага 25%. И у всех остальных по 25%. Насколько я помню, можете в комментариях добавить. Так. Ну и что ж. К чему я это клоню? То, что по табличечке мы разобрали, какое у нас сопротивление. И как складывается это сопротивление. Вкачивая способность на один раз, вы увеличиваете магическое сопротивление Антимага на 14%. То есть, тут написано у нас 26%, но на самом деле, плюс ваш резист, плюс ваш резист и плюс бонусный резист с этой пассивки, добавляется всего 14%, потому что у вас родной 25, да, ну не 14 получается, а сколько, 25, почти, а, ну вот 26%, все правильно, все правильно, 26% и получается. То есть, 25 родной, 35, да, получается и 45, это 20, 20, нет, это 20. А вот моя математика, можно тут ставочка такую? Вот и математика, если родной резист 25, и тут написано 26, то это все фигня. Вот табличка, смотрите, увеличит общее сопротивление магии. 44, 50, 56 и 62. То есть, между 44 и 62, то есть, вот тут 62 и 44, разница не особо большая, да, не особо. Я раскачиваюсь на антимагии именно так, к чему я говорил это вот ранее, что расскажу, как правильно раскачиваться. Я раскачиваю на антимагии гибридно эту способность, раскачиваюсь так, блинк стараемся замаксить, моноберн, допустим, в троечку, и здесь у нас в два атрибута также желательно вкачать. Тем самым, наш резист станет 50%, то есть, на втором уровне 50% уже будет у нас сопротивление магии. Это реально очень круто, тем, что, ну, вы уже не 62%, а 50% блочите, то есть, разница в 12%, она, в принципе, неощутима, но антимаг становится уже намного плотнее. Понимаете, к чему я, да? То есть, как правильно раскачаться? Тупо и глупо, мне кажется, раскачать тупо 1, 2, 1, 2, ну, вы реально ватный, и с магией падаете, и с руки вас бьют, потому что антимаг, он слабенький такой, маленький, а потом уже в лайтгейме такая машина, да, становится. Но можно в разочек, в два вкачать спеллшейлд, и, конечно же, у вас будет все хорошо, ребятки. Так что, вот такая тема. Как эту способность у нас сбить? Данная способность является пассивкой, естественно, Сильверейдж ее отключит. Ну, и, в принципе, все. Больше никак вы ее не отключите, эту способность, к сожалению. Ребятки, на этом все по этой способности, более чем все понятно. Поехали на следующую. Ну что, друзья, следующая способность и крайняя способность на нашем персонаже, это, конечно же, мановоид. Данная способность позволяет нанести огромное количество магического урона. Антимаг не любит магию, но тут наносится магический урон. Как-то не очень получается, но ладно. Огромное количество магического урона в зависимости от того, какое количество маны не достает у противника. То есть, чем меньше маны у противника от основного, да, вот тут 2000, да, 2000 маны у Найкса, если будет 1000 маны, то, получается, сколько не достает? 1300 маны не достает. И, исходя из этих недостающих единиц маны, наш ультимейт будет, в зависимости от уровня прокачки, наносить определенное количество урона. Надеюсь, это вы поняли. Как он будет наносить? Это я вам, конечно же, покажу. Хотки у нас В, мы прокачали данную способность, и вот такая вот у нас огромная АОЕшка. Радиус 500 единиц, то есть, этот ультимейт, он массовый. Массовый, но массово он бьет очень специфично, как я сейчас расскажу. Вы направляете на какого-то одного персонажа, которого хотите ультануть, и если у него не достает маны, вы наносите огромное количество урона именно в радиусе. Основной цели наносите урон, в зависимости от недостающей маны, и всем в радиусе также нанесете этот урон. То есть, ультимейт не считывает недостающую ману вот этих персонажей и прочую тему. Главное нажать вот так вот в центр, и, конечно же, исходя из того, сколько здесь ман не достает, всем в радиусе нанесется дэмэдж. Офигенная способность против штормов, лишраков и прочих всяких героев, у которых огромные монопулы, и они вот, допустим, против шторма вообще кайф. Шторм сам ману тратит, и вам просто нужно подойти, кинуть ульт и сделать рэмпейдж. Реально очень-очень круто, годно и интересно. Ну и что ж, давайте о некоторых нюансах поговорим, которые у нас имеет данная способность. Во-первых, это у нас дальность применения. Дальность применения 600 единиц, дальность небольшая, но она компенсируется тем, что у вас есть блинг. Вы все равно прыгаете и даете ультимейт, как бы по кайфу, и проблем, в принципе, нет. Следующий момент, который у нас тут есть, это, конечно же, маленький нюансик с микростаном. Данная способность накидывает микростан, он у нас имеется вот в такой теме. Сейчас мы поставим вот этого санкинга на вот такую тему, и когда вы кидаете ультимейт, то идет микростанчик. Буквально там на 0,15 секунд, плюс-минус, это по табличке мы еще разберем. Что позволяет, естественно, сбить телепорт. Данную способность сбивает телепорты. Это реально очень круто. Ну, и также эту способность можно накидывать в БКБ, но об этом немного позже. Давайте теперь разбирать по табличечке, ребятки. И посмотрим, насколько сильно применение у нас жестко на этом ультимейте. Табличка выезжает. Дальность применения 600 единиц. Рандиус вот этого поражения, мановойда, составляет 500 единиц. Вот такая вот, видите, огромная. А у Ешка я ее уже показывал. Оглушение у нас составляет 0,15 секунд. Тут это написано. И урон за единицу отсутствующей маны. 0,6, 0,85 и 1,1. Можно ее немного преобразовать. 60% от недостающей маны, 85% от недостающей маны и 110% от недостающей маны. То есть, если не достает 100 маны на ласт уровне, антимаг нанесет 110 урона магического, минус сопротивление резиста. То есть, получается 90 урона плюс-минус. Это считается так. Следующий момент, который у нас тут есть. Это монокос. 125, 200, 275 единиц маны и перезарядка 70 секунд. Раз в 70 секунд вы можете жахать мановойдом и это реально очень-очень круто. Давайте проведем небольшой тест. По табличке мы разобрались. Табличка у нас уехала. И сейчас будем проводить небольшие тесты с мановойдом. Смотрите, мы снимаем ману у этого Найкса. Смотрите, как мана уходит. И примерно сольем ему до 1000. Да, вот так вот пойдет. И, конечно же, я могу мановойдом нанести большое количество урона. Ля, аж пугна чуть не умер. У нас недостает сейчас очень много. 1300 маны недостает и нанесло всего 500 урона. И вот это ультимейт у нас первого уровня. Я напоминаю, на первом уровне у нас получается 60% от недостающей маны преобразуется в урон. Это вы поняли, да? Не обязательно бить антимагом, что там настакивает. Как я помню, мы когда учились доту играть, один из моих друзей говорил, да надо антимагом там бить, ты настакиваешь. И, короче, после этого очень сильно бьешь с ультимейта. Нет, ничего там не настакивается. Там просто надо, чтобы не было маны у врага. У любого из них. Допустим, у Дума фулл маны. Если я в него ультану, естественно, ничего не произойдет. А вот пугны маны нет. Соответственно, если я ультану в пугну, то смогу нанести массово всем урон. Это реально очень годно. Следующий момент, который у нас тут есть, это то, что я говорил. Данная способность у нас проходит через БКБ. Это реально очень-очень жестко. Но с небольшими нюансами. Давайте проведем этот тест еще раз. Смотрите, я душу этого Найкса, сжигаю у него ману. У него 1300 маны. И он в рейдже. Я ультую в него. И, конечно же, через него демэдж не проходит, но массово демэдж я раскидал. Данная способность бьет в БКБ. Бьет в БКБ, и это реально очень круто. Давайте посмотрим еще один моментик, который у нас тут есть. Это вот такая тема. Накидывается ли микростан. Микростан также не работает. Но самая классная тема, это то, что работает через БКБ. То есть с помощью БКБшного юнита в него вы демэдж не вольете, но массово сможете раскидать. То есть если вы видите импакт в том, что Шторм залетел в БКБ, но у него нет маны, можете ультануть в него и нанести массово всем в радиусе демэдж. Но, к сожалению, не Шторму. Но я бы, наверное, так не сделал. Я бы дождался окончания БКБшки, и все. Ну и давайте подведем итог. Получается, демэдж не наносится в БКБ, стан не накладывается в БКБ, но разносится весь массовый вот этот урон с Монавойда, то есть который я должен был нанести в таргетной цели. Так что вот такая вот тема. Следующий момент, который у нас тут есть, это, конечно же, блокировка с помощью линки. Если у врага есть линка, то вы закидываете в линку, и все, ничего у нас не происходит. К сожалению, вы ничего не смогли сделать. В линку не накидывается данная способность. Притом, эффект такой, смотрите. Такой какой-то блин получается, да? Красивый эффект. И ультимейт не работает. Так что вот такая вот у нас жесткая тема. Ну и в принципе, по данному ультимейту все. Никаких вроде скрытых моментов тут нет. Ну, не считая того, что данная способность еще и всех в радиусе в инвизе бьет и тому подобное. Так что, ну, это в принципе банально. Это в принципе банально. Что хотелось бы добавить по, в принципе, способностям. Не люблю вот эту тему, что Сильви Редж очень жестко контрит антимага. Первый и третий спелл просто отключает. Ну и в целом, касаемо контрпиков, очень сильным контрпиком является Дум с агонимом. Потому что у Дума агоним выключает все пассивки. Соответственно, антимаг, во-первых, начинает чувствовать дэмэдж жестче, да? Ну, несмотря на то, что тут все равно чистый урон, но все равно антимаг становится просто, ну, не героем. У него не работает монобер, не работает никакая защита от магии, вообще ничего не работает. Это жесткий контрпик. И в целом персонажи, которые контролят хиксами, чистым уроном, будут являться жестким контрпиком под этого персонажа. Самое главное, что нам нужно запомнить, это то, что агонима здесь нет на антимаге. Не пишите, пожалуйста, в комментариях, а есть агоним на антимаге? Нету. Это первая дота. Нету агонимов. Все, ребята, все. Спасибо всем, кто досмотрел теорию. Спасибо всем, кто посмотрит практику. Обязательно поставить... Обязательно поставьте лайк за то, что досмотрели теорию до конца. Напишите, что вы не знали. Напишите в комментариях, что бы вы еще добавили. И если, если действительно что-то годное, что я мог упустить, я, конечно же, отмечу сердечком, ребятки. Спасибо всем, кто поддерживает. Пожелаю всем приятного просмотра. И, ребятки, досмотрите практику еще до конца. Там такие жесткие игры. Я надеюсь, они вам понравятся. Ребятки, не будем тянуть. Поехали смотреть практику. Ну что, ребята, стартанул у нас Гойде на антимага. И что я могу сказать, ребятки? Антимаг это, конечно же... Ух, какая машина. По контрпикам антимаг не любит магию. I hate magic, он всегда говорит. Да, я ненавижу магию. Нет, но на самом деле магию он реально не любит. Но не в том понятии, что не любит, когда на него юзают ее. Он не любит контроль, как и все остальные персонажи. А так он не любит чистый урон. Чистый урон, типа там, Лина с ультимейтом. Там, Сала с глоевами и так далее и тому подобное. Со страйки, хуки, всякая прочая перификационская тема. Так что, ребята, вот такой вот смысл. По поводу контрпика антимага, я думаю, вы все поняли. Низ фарм, низ фарм. Вот так вот забиваем сразу. Идем фармить нижнюю линию. Нанизу здесь постоим. И будет офигенно. Я люблю этого персонажа. Не знаю почему. Мне нравится на нем, в принципе, фармить, ласт хитить и так далее. Персонаж очень интересный. Для меня он реально очень интересный. Через что мы будем собираться? Если честно, я очень люто пересмотрел сбор на антимага в новых гайдах. В целом, на 85-й карте я, в принципе, начал понимать, как лучше его собирать. Если раньше все мы собирали БФ и там, да, 83-я карта. Вот антимаг, это БФ. На 85-й карте мой первый гайд тоже был. Это БФ, надо БФ. БФ, вот это и стоишь, БФ колотишь. У тебя уже 12-я минута. Ты все, БФ этот колотишь, колотишь. Раз там 13-я минута БФ появился. 700 хп. Пошел, один кэм зафармил. Побежал за хилками. Сейчас я так не играю. Я сейчас юзаю старую стратегию, старую стратегию игрой антимага. Плюс эта стратегия, она очень хорошо работает на 85-й карте. Как я понял. Как я понял. Я задрот этого персонажа и неоднократно убеждался, что сбор через вангуар, который можно будет потом разобрать и собрать Тараска, он максимально актуален. Поэтому, ребятки, через ВГ, ПТ, ВГ, стики и антимага у вас сможет драться. Что важно на 85-й карте, это драться. Правильно? Соответственно, 700 хп и пол БФ вам не дадут никакого преимущества. Вы будете ватой на лайне. Вы будете ватой и не сможете никак драться, например, на 13-12 минуте. А антимаг вангуардовый плюс ПТшный спокойно сможет с этим справляться. Так что, ребята, выбор за вами. Что лучше собирать? Что лучше собирать? Конечно, он лучше за вами. Ну, сейчас посмотрим, как да что. На словах это все простенько, но давайте посмотрим на деле. Там фантом как раз таки. Что я собираю вместо БФ? Конечно же, молнию. Да, молнию. Именно молнию. Почему молнию? Во-первых, молния это такой, в принципе, универсальный артефакт, который не дает урбоэффекта. Вернее, дает его только во время срабатывания. Это для тех, кто любит комментарии умные писать. Вы не умнее, чем я сразу говорю. Не умнее, ребята. Держите в курсе. Я сижу в этом дерьме каждый день. Я пишу гайды, я записываю видео и тому подобное. Да, бывает что-то запоминается, но это микро-моменты, которые там что-то вспоминают. Не по теме. Не суть, короче. Собираю молнию. Почему молнию? Скорость атаки. Быстрый фарм. То же самое. Единственное, в чем просаживается антимаг без Баттлфьюри, это в монопуле. Но монопул можно немножко подкорректировать с помощью аквилы. И, в принципе, двигаться. И соло-курьера, конечно же. Всегда беру соло-курьера. Так что, вот такая тема. Если хотите тащить на антимаги, вам нужно немножко пофармить на ВГшечку. Вы можете спокойно с ВГшечкой пойти лесок. И никаких проблем у вас не будет, ребят. Лесок с ВГшечкой. Никаких проблем. Анатор, анатор. 5 секунд. Что, похопаем немного? Блинк берем, если что. Ух ты. Если что, хилочек есть. Хорошо. Можно захилиться. Можно было даже просто обычными тангусами отпиться. Так, у меня внизу хардлайн, я так понимаю, да? Потому что... Там что-то как-то кунка. Хускар, с которым я стоять вообще не хочу. Если Хускар будет на лайне, я постараюсь просто подлосхищивать и... Тройку брать. Тройку брать. Играй норм. А, то есть... Ясап. О, найс. Играй норм. Хорошо, брат. Как скажешь. Играй норм, Магина. Ясап. Сейчас посмотрим, какой сап он. Первый крипчик есть, ребят. На лайне чем больше крипчиков добьем, тем лучше. О, саппорт помогает мне ласхитить, пацаны. Первое правило саппорта. Никогда не бей крипов, если нет уверенности, что... Этого крипа не заберут. Я обычно начинаю бить на саппорте крипов, когда идет... Идет какой-то... По таверам прессинг. Именно по таверам. То есть, стараюсь разделять дэмэдж. Так, нужен щиток будет, да? В боковой магазин. Не дойду я. Хорошо. Бегаем лево-право. Не ведем по таверам. Иначе по таверам не зафармим ничего. Ничего не зафармим. Все, и не пушим. Хорошо. Опа, найс. Наисович. И фармим по чуть-чуть. Наша задача это фарм в целом на этом лайне. С покупкой вангуарда. Кольцо. Первое, что купим, это кольцо. На этом лайне нужно кольцо уплотнительное. Потом постараемся сделать ПТ-шку. Потому что тут можно будет драться. Можно будет драться. Отойдем. Отойдем. Главное фармить. Фарм есть. Все остальное приложится. До того, как я спущу все тамгусы, мне нужно выфармить кольцо. С Хуском стоять крайне тяжело потом. Ну, это Хускар. О чем речь? И надо сейчас резист будет взять. Чтобы меньше его горелка хреначила хотя бы по процентам. СС. Я СС написал. Причем мой саппорт не писал ничего. Хорошо. Не добью. Пошел, Хускар в разнос. Думаю, что он тут как дома. Как дома, Хуск. Иди, бро. Один. Ну, давай. Ну, типа, это называется, я захилю, типа. Я захилю, брат. А, все, хилку кидает, там не пробьешь. Там хп реген от силы плюс 8. Префикшенова. Хорошо. Есть кольцо. Ест один. Да мы не пробьем его. Вот такие люди могут забайтить вас на говно. Антимаг в ранней стадии это максимально пассивный персонаж. Ну, как пассивный. Вы можете, да, чуть-чуть активничать, но не во вред. Во вред не активничайте никогда. Он колечко взял. Колечко есть. Оп, хорошо. И все, с этим кольцом можно стоять тут. До посинения. Тарантино. Хочет пробить. Так, позиционка подгадывает именно под меня. Я не хочу этот демеш получить. И все равно получил. То есть я прогуливаю два крипа, чтобы не получить этот демеш, все равно я получаю. Заруинил, да? Заруинил. Заруинил. Дай кура, наверное, да? Дай кура. Квак, у вас своя кура есть. Дай кура, говорит. Дай кири. Дай кура Дай кура Ду Иду Блин, забавно, такие пацаны играют Веселенькие, мне нравится Ду Духаст Гоу, я забайчу, дядь Ой-ой-ой Керри фарм забрал Хорошо В принципе, ребят, все не так уж и плохо Пятая минута, 30 скрипчиков на таком лайне, это хорошо Берем ПТ-шкок Можно иногда вот к такому закупу взять базилку и сапог просто Вы сможете кайфануть тогда У вас будет мана реген КП реген у вас и так есть Далее я подраскачиваю блинк Чтобы можно было дистанцией пользоваться Ну и, конечно же, моноберн Моноберн это Дополнительная скорость фарма Так что, пацаны Не пренебрегайте Все остальные левелы будем в моноберн выкачивать А вообще, я чаще всего сейчас качаюсь гибридно Гибридно это, то есть 3-3 3-1 Вот так вот А потом еще раз Ультимейт вкачиваешь То есть 3-3-3 Поняли? Да, по атрибутам То есть, вот как-то так Для меня это вот Прям, ну Кошерно То есть, у вас, как бы, персонаж имеет все кнопки И они, в принципе Среднестатистически сильные Хорошо Обр Будь добр Вот все Стою в шоколаде в тепле Оп Забираем в наглую крипе Ничего страшного, что получаем ХП, если всегда, генецайд хорошо У меня почти ПТ-шечка есть уже ПТ-шечка почти есть Такой нахуй скаре паренек Злой Не добью Не буду так Блинковать не буду уже Все, репел кинул Омник в саппорте Тут вообще такие вещи можно делать Какие вещи можно делать Кунка этот, приставучий Приставучий, кунка Не добью А, добью, найс Хорошо Ща ПТ-шка будет Пуск, дорогой Шестой левел ПТ-шечка Шестой левел ПТ-шечка И будем рулить Га, там пацаны Растащили катку уже Хорошо Ультимейт Питнешь И тут таверна ему Стопроцентно Вот так вот Только улетел Кунка Сразу можно работать Отлично Ну и у нас почти есть ВГ ВГ А лучше сделать сейчас Аквилу и колотить ВГ Мано Манореген добавим КП-реген есть Манореген добавляем И можно двигаться То можете, в принципе, играть и через БФ Я просто вижу импакт в таких сборах Которые я сейчас делаю Реально В них я вижу импакт Почему? Потому что В этих сборах Вы активничаете В сборах через БФ Вы пассивны Реально пассивны Через БФ Пассивны сборы Через БФчик пассивны Играть Так, мы забрали Три крипа Прогуляли одного, да? И забираем тут всех Это удобный фарм Это Профессионал фарм В лесочек отошли Пару крипчиков Жахнули Подбежали на лайн Еще жахнули Пару крипчиков Я в принципе Фулл 3 тут Тут катка по идее Должна быть с таким фармом Где-то примерно 30 минут от силы Если оппоненты Не камбэкают От своего керри То тут катка Очень быстрая Должна быть Опа Лини походу ГГ Или нет Или дан Отбили Атаку Пока крипы Под таваром Я запуливаю Я могу лесок Спокойно пофармить Старые билды Через Володьку Помните? Тоже неплохой билд Но Я не собираю Не собираю Я не собираю Через Володьку Через Володьку Я не собираю Бывает иногда Когда вампиризма Не хватает Какого-то Можно сделать А так в принципе Так у нас Одиннадцатая минута Можно взять Сейчас ВГ Что мы и делаем И в принципе Работать Далее молнию фармим Ребята там Вытаскивают Ситуацию Вытаскивают Хорошо Есть ВГ Можно почутить Товара колотить Включаем Аквилу И поехала И поехала Злой кунка пришел Хорошо Кто-то пришел На деф Поэтому отходим У нас троллище Троллище Стики сюда Докупаешь И работаешь Спокойно Ну он Крипы Нифига Сейчас не пробили Вот это Третья тычка Не пробили Нифига Четвертая Не пробили Все сблочил Один Одну тычку Из четырех Я сблочил Вернее Четыре тычки Три тычки я сблочил Одну не сблочил Вот так сейчас это было Что на кунку Можно напасть В принципе Побить чуть-чуть Дать ему понять Что я уже могу Что я уже могу Дядя Поэтому тебе тут Делать нечего Тебе тут уже Делать нечего Берн берешь Защиту Защиту От солнечного Воздействия Здесь я гибридно Раскачаю Сейчас нормально У меня все есть У меня Блинк замакшен Да У меня Моноберн Хороший Кунку побить Можно будет Сейчас Не Не пошел Он туда Забоялся Понимаешь Можно так Можно так Без усов Остаться Тэшку Можно доломать Тэшку Доламываем Хорошо Легкий тавр Получается Отлично Можно пойти Чего-нибудь Где-нибудь Подраться Возьму перчатку Пойдем Посмотрим Че там Вейла Весело Вроде 400 маны Голем Четко Сильнешься Еще раз Опа Хорошо Команды нету Не буду рисковать Уже Хорошо Вот Антимаг 700 хп Смог бы Сейчас Подбежать Под т2 Забрать Кого-то Никого Был Ничего Был Не смог Ребята Я сразу Говорю Все Один Одну ману Можно накинуть Так Я зарегенюсь Все И можно Двигаться Подобузили По тэшку Если под тэшкой По тэшку Подобузил Было бы Еще лучше Вот так Вот Ману Одну Купили Закинемся Все Офигенно Будет Все Будет Офигенно Так Так И двигаемся По игре Найс Тут Стак Есть Даже Я думал Еще раз Простакать Оказывается Тут уже Стакнуто Вот так Сделаем Выведем Пусть Крипов Заберет Чтобы Оппоненты Не кушали Этих Крипов Я тут Заберу Быстренько Ману Накидываем Регенимся Регенимся И погнали Хорошо Ух Найсово Тут Подчистили Крипчики Бодренько Хорошо Жестко Прям Жестко Фарм Тут Жмыхнул Я фарма Нормально Тут Бодренько Выглядит Три Три Четыре Пачки Крипов Я убрал Еще здесь Фармлю Стою Тут Третий Кэм Сейчас Четвертый Будет Это Очень Много Так Ну Начинается Вот Это Веселуха Как Обычно Ливы Неливы Лагануло Случайно Вот Всегда Когда Пишу Гайды Лагают Кто-то Из Оппонентов А не Союзников Хотя Всегда Люблю Чтобы Союзники Лагали Типа Союзника Кикнули Одного Оп И Как бы Поинтереснее Четыре Нед пять Тащить Но Там Дисбаланс Начинается Ай Вот Теперь Не дам Он Ненормально Попросил Да Так Молниеносная Есть Можно Еще Ману Накинуть Хорошо Тролл Даешь Оегу Эй Стоям Бо Сорям Бо Не успел Не успел Не успел Укунки Форс Нифига Себе Форс Мажор Получается Сейчас Очень много Времени Потерял Когда Отходил Отходил Много Времени Потерял Давайте Возвращаемся На лайн Кто-то Есть Тут Фига Там Суета Какая-то Чувак Не мешай Мне Я фармлю Next Что Собираем Манку Конечно Дай Заберу ЦМ И по лесам Побегаю А нет Я передумал Я передумал Смотри Еще ХП Есть Оп Найс Бернчик Я тут По идее Живу Вангуар Тащит Ну вот Вам ВГ Пацаны Пожалуйста 16 Минута Я играю Полностью Игру Фармлю Убиваю Делаю Все Что Должен Делать Кор А не Крип Извините А с БФ Вы бы Сейчас Что Делали Даже Можно Будет По тесту Сделать БФ Катку И Я Наверное Максимально Буду Недоволен БФ Билдом Вообще Максимально Но Не хочу Делать Честно Не хочу Прошлый гайд Есть Ребятки Прошлый гайд На Вставочку В прошлом Гайде Пожалуйста Катка Через БФ Имеется Так Так Топорик Приговорим Надо ТП Иметь И Можно В Мид Нырнуть Да Фантома Казнили Нифига Бобер Бобер У меня В команде Бобер Бобер Вот он Бобер Хорошо Next Манту Манта Антимаг Вообще Он Офигенный Сплитпушер Еще Не забывайте Сплитит Он На Ура Хорошо Аквил Подругой И Ломай Спокойно Причем А если там Задушили Пацана 8.23 У них Спокойно Тачка Падает Вообще Жестко Скорость Атаки Компенсируется В БФ По скорости Атаки Нет Зато То есть Регены А у нас Есть Сейчас С молнией Скорость Атаки Плюс Там Есть Фантом Фантом Через Молнию Контрить По Кайфу Хорошо Фантом Через Молнию Контрить Там Напали Да Погнали Напали Погнали Хорошо Не будем Ультовать В корабль Не хочу Ладно Ладно Придется Вот так Сделать Что Меня тут Хускар Душит Что-то Все Я пошел На топ Пацаны Нет ХП Пойдет 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 По красоте Чуть Подсобрали Немного Кормушки Там Тролль Пришел Видимо Всегда Хорошо Когда Есть Второй Керри В команде Это По Кайфу В два Керри Намного Легче Играть Нежели Чем В одного Керри Когда Все На Тебе Если Ты Ошибаешься Твой Керри Второй Может Перевернуть При том Что Он Там Может Быть Ну Аф К Пофармить Получше Чем Ты То Есть Нужно Будет Не Одного Керри Гонять Образно Это Антимага А двоих Допустим Тролля Тролля Придется Гангать В этом Смысл Так У меня В принципе Манта Уже Почти Есть Хорошо Пацаны 15 Минута Манта Забирай Это Манта Что Что Нэкс Собираем Либо Тараска Либо Башер И ГГ Либо Тараска Либо Башер Выбор Невелик Либо Молнию Дапываем Либо Молнию Дапываем Хорошо 20 Минута Найс Билд Если Либо Либо Гайд Продолжается Рубрика Основная Буду Рад Если Будет На каждом Гайде По 1000 Лайков Но Вы Не Ставите Просмотры По 20 По 30 По 50 Тысяч лайки из нихрена не ставить вообще не понимаю в чем прикол интересно что ли а история героя сколько я на монтаже сижу ай-яй-яй не цените да ладно когда-нибудь перестану гайды делать будете вспоминать а вот раньше было лучше как вот это старых добрых временах говорится так что-то там пацаны хускар лошара ливануду ливануду чё пойдем закончим фастовая катка у нас антимаги первое будет с билдом не так не доделанным изичная игра к этому пойдем закончим дефуз кидают голема и не понимает наверно почему дефуз не сработал на голема вот это настоящий а нет хорошо хорошо можно ломать тут нефиг тут в этой катке делать нефиг хорошо доламываем и идем некстовую я понял ты решил меня побить да ой-ёй-ёй-ёй я ломать буду мне сразу просто под репелом так уж тем более ой-ё-моё под репелом так уж тем более хорошо иллюзию заберу трипл килл сейчас будет ультра килл на вставочку настоящий я вижу настоящий этот настоящий первый который идет и вот этот ультра килл хорошо на вставочку да да чему нет крипов наколотили на вставочку ты куда а ты на кресте катаешься ну ладно катайся катайся на кресте сколько влезет да ты что братан у меня в г мне все равно у меня хп больше чем у следе среднестатистического антимага вполне нос на дабы он не нос ну и гиги шансов там нету оппонентов хорошо отлично монеточку по пути захлестнем лесочек и побежали он скорость атаки какая да вот и все вот образно вместо молнии делает бф мне кажется с бфом чуть-чуть быстрее все равно фармишь но у молнии немного другое применение молния она разбавляет твой дэмэдж у тебя персонаж становится магическо-физическим что-то я чувствую в гайде тут катки 4 будет посмотрим сколько игр будет посмотрим фантом фантон заряженный тревел купим тревел пригодятся поехали чтобы закончить катку побыстрее берете тревел то есть вот для вас эту катку поставлю будет пусть примером типа вода вот игра на антимаге когда тебе дали пофармить на вставочку вот вот и вся дота вот и вся дотка просто зашел и уничтожил всех быстренько ломаем и гг 25 минута катка но надо будет же сегодня еще потную найти я так понимаю и этот билд мы будем переигрывать это бонусная игра будет если фарм есть то такие каточки тоже нужное дело ты какой тролля блоча чтобы он не застанил его четенько я на базу на базу слетаем так кстати можно же разобрать да глобус и велинкш и еп вот так сделаю а если вот так вот так вот так не выпадает сейчас билд хе-хе хорошо вот пацаны на заметочку берите билд не выпадает выпадает вы экономите золото экономите золото хорошо хорошо есть блинканулся сюда нажимая вот сюда он все равно начинает по механике игры видимо так ближе окей так башер есть можно поесть молотки подсобирали погнали заканчивать погнали заканчивать молнию даже бафать по моему тут себе не стал чтоб не палиться под иллюзиями поеда чё по иголу какой бы его боятся боятся дядь вопрос засыпку люди джи просто крипов подколоть зашел побить трипл килл за башу молнию создам а латарщик гг ребят вот такая вот у нас получилась первая игра сейчас пойдем некстову эта игра в любом случае типа переигровочка это чисто как начальная игра и сейчас пойдем играть более жесткие игры я думаю в принципе поначалу вы все поняли по контр пикам поняли по артефактам тоже на начальную стадию вы поняли поэтому поехали чуть поинтереснее игр поищем ну что ребята загрузилась у нас очередная каточка погнали добивать билд на антимаге через вангуард и сейчас я вам расскажу почему я если честно вспомнил один моментик нужно его так сказать припомнить припомнить в билде на антимаге через вг и продолжаем если в первой катке у нас не получилось дособирать все как надо то сейчас в этой катке я думаю будет попотнее мы соберем все как надо поэтому готовимся и поехала антимага беру на фп мне не страшно можете не брать антимага на фп потому что это страшно окей смотрите в общем вангуард у нас стоит 2 150 да это получается у нас 1100 vitality booster и 200 щиток плюс 850 это у нас 850 это у нас получается кольцо а теперь давайте представим такую приколюху 1100 отнимаем 250 это получается сколько 1050 разделите это напополам это получается правильно 525 вот то есть 525 золота вы теряете с покупки вангуарда в лейтгейме это одна пачка крипов а теперь почему и что к чему что ты вообще несешь хинозелс vitality booster вы собираете просто закидываете в тараску и продаете всю остальную требуху которая вам не нужна и все и у вас есть полноценный мощный артефакт а вг на ранней стадии хп блок это все вам поможет чтобы быстренько выфармливать и самое главное драться ведь 85 карты это карта драк поэтому поехали топ-фарм поехали ребята катка в нашем распоряжении молнию не знаю буду ли я тут делать или нет но через молнию я кайфую реально молния вообще пушечно заходит на антимаги быстренько выфармливаем туда-сюда вместо бфа бф это хорошо безусловно но куда лучше выглядит когда у вас не 700 хп и 1 бф а когда 1100 хп минимум и вы можете драться при этом вы имеете блок поэтому ребятки выбирать вам конечно как собираться но я в данном моменте собираюсь вот так как считаю нужным теряя всего 500 золота да покупайте вангвард побеждать тогда вы становитесь не просто крипом а мега крипом между прочим погнали так что-то жесткий пик оппоненты набрали тут контроль на меня будет тучка вонючка будет тут будет очень много с руки дэмэджа и тут будет станчик но в принципе в принципе не страшно для антимага это не страшно антимаг не любит контроль но мы постараемся все это перебить и что-то у нас да получится по-любому я думаю леорик у нас на дубе будет ли орлес просим леор лес интересно да лес спс я соло я тогда соло постою надеюсь у меня все получится в соливарне если что возьмем пурман с на раннюю стадию потом разберем соберем в аквилу и конечно же потеряем всего сколько нам 150 75 золота до теряете собираетесь в аквилу с пурмансом все получится ребят нужно главное двигаться так надеюсь зомби не со мной будет на лайне стоит ну что зомби на лайне это ну мягко говоря не очень это не очень можно фбшка оформлять стану сейчас будет или не будет а поиска надо давай ска бить или не будем бить не надо уходить тут хотели побить а получилось побили нас жестко ух 300 хп у меня что-то нас как-то вынесли так вроде били-били до зомбаря но зомбик он зомби это зомби он крыса сейчас у него хп падать будет если улучшить этот момент можно добить его так наша задача конечно же фармить фармить и фармить здоровски но против милишников антимаг еще более-менее стоит по кайфу потому что можно спокойненько спокойненько сжигать ману попутно напрягая то есть чем больше оппонента ману тем лучше бонусный дэмэдж будет офигенен хорошо ах ты криса какой смотри хорошо как меня подамажили пацаны отлично возьмем стратегию зомби зомби ловушки сделаем и нибудь вот так вот оп начинается веселье как обычно колхозе утро называется данная ситуация главное чтоб я не сдох сейчас на лайне там жесть как это уже достало если честно но скорее всего я даже я думаю на лайне сдохну ладно ждем о найс круто спасибо спасибо то что я хотел ну ладно не будем отчаиваться ничего страшного бывает да выразимся так а эти такие знаешь ну и сейчас убьем его изи фраг прикиньте сколько я сейчас прогулял сколько я сейчас прогулял на самом то деле это жестко я не знаю обидно досадно вот так вот бывает в жизни да огорчение огорчение в жизни бывает и оно выглядит примерно вот так вот я просто слил лайн сейчас тупо из-за того что эти конченые лаги мне делают привет и передают это не очень мягко говоря так ладно фармим эти тут уже нагляют под тэшку заходят хорошо подкачаю блин чтобы дистанцию улучшить да фармить удачнее хорошо сюда санкинг сапог взял хитрый санкинг правильно делает что первый берет нужна вещь так 500 золотых имеется но это мало конечно шесть не прочитал его движение я думал он к лиору идет а он оказывается не идет к лиору а он оказывается к лиорику не идет хорошо чуть поснимали хп у него жестко душит конечно давайте сделаем вот так вот а на мне яд еще висит я прогулял что яд висит что максимально хардовая игра вот тупо из-за этого лага мне очень сильно все усложняет джейс просто честь просто прикиньте я бы отвел там аккуратненько подфармливал бы ладно ну аркана уже найс круто 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 у меня нет сапога в этом минус хорошо отомстили в задвор как говорится хорошо ну фарм как бы есть но его как бы нет ребят в принципе но пойдет левел имеется берем колечко колечко и нужно базилку я думаю взять чтобы здесь хотя бы как-то стоять хорошо можно еще стик добрать сюда маги очень много юзают хорошо леорик молодец вышел стана кинул обычно в лесу челы не качают стан да этот молодец что прокачал умница лучше леорик которого я видел ну хорошо блин мне не хватит нам манны не хватит блинкануть могу да попытаться забрать его но не хватит манны чтобы войдануть удар блинк войд о песочник хорошо по кайфу по кайфу приходится немножко третий жестче подраскачить чтобы были резисты поэтому ребят такая тема что next собирать если честно пока не знаю нужно упираться в то количество золота которое у меня будет и выходить исходя из золота блин кайф он мне привел иллюзию с вампиризмом можно подрегениться скорее всего птшка это будет это скорее всего птшка будет но посмотрим но посмотрим возможно не птшка возможно это будет птшка я конечно буду надеяться что это будет что-то крутое может это будет птшка хорошо оооо рики пришел да ладно сейчас тучи еще будет да да куча нет желательно в вг надо выходить здесь сейчас чтобы не умирать в таких ситуациях интересно а че рики пришел зачем очень сильно надамажил меня он а не свапнулись походу да 400 маны там да надо наверное хил закинуть но тоже не мобильным не хочется быть хотя бы сапог надо как думаете сапожочек хотя бы взять оп найс отлично неплохо я блин взял пусть блин будет ну конечно к санкингу подходить вот в эту кучу всех крипчиков вообще не кайф он по моему еще третий максит очень много деможи наносится крипчикам нажал на меня молодец тавер мгновенно такое пресекает так гоу пг возьмем не долго думаю возьму вг стоять дальше крепится я смогу тогда еще в лесочек забегать не удержался он таки чтобы не подкопать вообще заметили дэмэджа 0 за подкоп хорошо медленно но верно у меня в принципе 42 крипчика это не так уж и мало в таком лайне потому что сначала с зомби ездить зомби вообще не подпустит в принципе зомби не должен подпускать а ты посмотри на него какой он на иск вообще зверь играет посмотрим на иск вообще зверь ребята там лайны сливает но зомби делает свои вещи прикинемся я в среднем теряю 1 2 крипа с пачки но этот прифармит ска пошел ооо да 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 а да закрысили таки они его запог да хорош что такой дерзкий дорого вот так сделаем И вообще не очень, да? Ладно Ладно, 50 маны, Санкин Как-то не вовремя, да, Рики забычил Я на него слил прокаст Вообще ни о чем Ладно, гоу фармить Так, есть ВГ и нужно теперь Теперь, что нам нужно? Я замаксил блинк В случае какого-то файта У меня должна быть сейчас ПТ-шка Мы должны прыгать куда-то И пытаться что-то забирать В этом смысл нашей игры Через ВГ-шку Подкопатель Да, он вылезет сейчас Ну как вылезет? Ух ты, смотри, что Принес На Лерике Парень Хорошо И я так хотел забрать И он А он оставить хотел А я забрать хотел А этот стики у меня Мановойт КД Есть Печально Отлично Робу берешь Роба нужна Манореген немножко поднять На полторашечку Найс Оп Тычечка Две тычки от Тавара С ВГ Вообще пофиг Не почувствовал СК пришел А я ушел Между прочим Есть Все, ПТ-шечка имеется ПТ-шечка имеется Хорошочко Сюда идут Лерик молодец Даст Блин, вообще Это так круто Понимать Что Лерик Даст И взял О, красавчик У меня 1100 хп Они под Т-шечку пойдут Сейчас Сто процент Че под Тавар Пойдут Сто процент Если Томб поставит Мы можем отлететь Потому что Рики Поставит тучу На Томбу О, бро Там вообще Смотри, сколько Стан Есть кому кидать? Да давай Хотя бы Зомбарю, чувак Запутался Лерик Немножко От его стана Зависело Туда, куда Я буду прыгать Стан он, естественно Не кинул Я не стал Тоже ничего делать Сразу откинул Бастанчик Хорошо Вот 11 уровень Люблю Оп Вот так сделаем Чтоб не мелочиться С этим пауком Таракановичем У него Сразу Мгновенное горение Применить Хорошо Так, базилка Аквилка И работаем И работаем Ребят Тут нужно МКБ будет делать Из-за Рикимару МКБ 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 Какой подкоп Какой подкоп Бро Ну умеешь Магешь Красавчик Хорошо Аквила Имеется Так, сделаем Пока подстоим Парьенем Пусть Пусть нужна Мана Единственный минус ВГшного Антимага Это то, что Нету Маны Просто Нету Нету Маны Но берете Аквилу И маны Хватает Самое Лучшее Это ЦМ В этом Билде ЦМ Берешь Кайфуешь Союзник ЦМ Возьмет Что Сейчас Наверное Толкаем Да И на ТП Нанис Хорошо Не хочу Крипам Подходить Из-за Того, что У него Яд Раскидывается По всем Так, а на Нис Уже Побежал Да Есик А пусть Ес Идет Пусть Ес Идет Так, сделаем Покайфуем СК СС Да Блин Блин Вечно Тут Зарастают Эти Дырки Оп Чуваки Сюда Эй Куда вы Не захотели Они здесь Принимать Драку Сюда Не Переагриваются Не Переагриваются Хорошо Там даст Ты брат 50 Хорошо Пойдет По красоте То, что Нужно Пойдет Сработали Хорошо Лерик Молодец То, что Нужно Делает Так, у нас Еще один Атрибут Появился Хорошо Докачиваем Спелл Шилл Найс И Зачем Змею Поставил Змею Свапаем И сюда Отлично Пока Тут Идет Фарм Надо Пользоваться Что Некстом Собирает Спросите Вы Я пока Если честно Думаю Потому что Можно сделать Молнию И Быстро Фармить Но Молния Тут Не Нужна Потому что Тут Нужно Будет МКБ МКБ Нужно Будет Нужно Будет МКБ Поэтому Под вопросом Пока Манту Наверно Пирс Артефактом Вообще Можно Сделать Баши Драться Еще Гресси Давайте Баши И будем Драться С оппонентами Вот сейчас Файт на топе Идет Погнали Снайпер Латар Зашел Нифига себе Пойдем Кстати Подстебем Немного Снайпера По-любому Где-то Вылезет Где-то Вот Он Бежит 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 Такой Я ушел Ура И Вылазит Но Не Вылазит А Нет Вылазит Привет Оп Раз Опа Меня тут Нападение Фраксу Чо Бросили Там Ля Эхо Слэмит Хо Хо Ой Ой Хорошо Хорош Найдь Почти на вставочку Даже Отлично 3 800 Золотых Но Если Я Сейчас Возьму Башер Это Конечно Будет Вообще Таких Файтах Шансов У них Шансов Не будет Просто Так Если что ТПшка Есть Прикольно Снайпера Забрал Идет Такой Гуляет Прогуливается Ну Вот Сколько Раз Меня Пытались Убивать Да Сколько Раз ВГ Помогло В этих Моментах ВГ Вещь На Антимага Так Тем Более Если Вы Не Умеете Даже Играть На Антимаге ВГ Соберите Чтобы Вас Было Тяжелее Убить И Качайте Блинк И Все Я Вам Говорю Вас Будет Ждать Успех Где-то Там На Берегу Вот Вообще Ну Серьезно Так Ага Даже Не думайте Почему Я это Покупаю Задавайте Вопросы Другим А из Фрогу Например Или Или Анту Почему Нет Монки Кинга Монки Кинг Бара Лол Даже Не спрашивайте Почему Я взял Ее Хочу Я хочу Ее апнуть Сейчас Апнуть Хочу Без Башера Пока Но Я бы Сделал Башер Если Была Игра Намного Тяжелее Я бы Сделал Башер А так Я чувствую Что Я смогу Молнией Пользоваться У меня Уж Почти 16 Хорошо Синева Драка На Топе Зреет Гоу Луч На себя Принимается Ух Снайпера Выфукал Но Хорошо Пошло Дело Вот Этого Подожди Подожди Хорошо Рики Нету Даст Жалко Что Даст Нету Драка Началась Мы Приходим Помогаем Ребятам Сейчас Дапаем Молнию Будем Просто Прыгать И Драться Реально Вот Это Жестко Будет Вот Так Лучше Но Мне кажется Шансов Тут Нету Больше Шансов У пацанов Нету Погнали Монетку Заберем Т2 Я не Пойду Вот Так Сделаю И Возьмем Манго 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 Подфармливаем Можно Было Т2 Ломать В принципе Я Я там Никого Сейчас Не боюсь Молния Молния Потом Некстом Сделаем Манту И с Мантой Уже Будет Другой Разговор Совсем Эти Маны Не хватает После Драки Маны Вообще Нету Маны После Драки Нету Минус Антимага Вот этого Которого Я сейчас Играю Это не БФ А именно Вот Эта Тема Пацаны Пацаны Минус есть есть мистер томск вот так вот пока я гоняю леса можно было сломать не не стоп но мы сейчас и займемся этим я просто не вижу что игра потная можно немножко по филонить я стараюсь игры балансить яшка и башер в любом случае яша делаем и башер башер все равно надо чтобы соло фраги делать без башера куда-куда без башера серьезно т2 сломаю здесь так вот так напишем вот так сделаем хорошо не съела мою лично ешка я походу дальше пойду да там ребята бегают как правильный антимаг я сейчас должен пойти хай граунд и я сейчас пойду хотя нет уже не пойду уже не пойду пойду на лимит на лимит попутно зафармливаем так легорика казнили да там очень много демоджа если меня расконтролят я могу не прожить тупо с как астану ухи спрыгнул но без меня справились да я так понимаю манны нету даже без меня пацаны справились принципе на башер был башер манта и тараска тараска плюс еще слот мкб жесть вот вариативность этого героя каем с мантой конечно быстро толкаешь очень быстро армия тут реки сэнтри надо шаман сейчас отъехать может очень далеко уходит стики в помойку стики в помойку хорошо антимаг это фарм арм арм пашер можно хорошо 27 минута фарма особо нету даст и есть брат у меня нету хп еще реки тут и я не хочу прыгать без хп без маны но вот так он делает вид что я жесткий но я сдох тут я так не хотел сюда прыгать это жесть 5 маны не успел ну просто мана не накопилось не было маны поэтому не хотел прыгать а я все равно сдох от реки мару да то есть попробовать вот сюда пройти так башер есть ваш рест а была бы манта или был бы бф как обычно да кстати я мог тут выжить вроде да здесь пробежать сюда поверху до сюда так давайте что-то от реки возьмем хочется его принять гем не хочу брать конечно но гем ваши проблем никаких не будет скади делает кайф вообще люблю реки маруса скади против антимага почти кайф чем больше маны тем сильнее с ульты ударю даст и я наверно не буду брать нурик монстр шестяного за овнил только что за овнил можно сентри взять или не нужно рожку и такой бегу на топ фармить по школу если он вылезет меня бить на реки мару то я думаю у него ничего не получится тупую буду драться зря криптика убил что ли ребята на низу все я на топит неправильно немножко как-то погнали хорошо го через мид ска забрали антимаг который фармит лерик вечно не рессается чё у него за фигня почему блин мне манта очень сильно нужно сейчас манта жесть как нужно так потом бы я не хочу прыгать ваш можно то есть ваша нет но вы держитесь рики поможет по-любому снайпер еще души вот этого хорош хорошо что там помог он забрать помог забрать я бы сдох скорее всего забрал снайпера хорошо манта катка набирает обороты интереснее становится я затягиваю ее наоборот хотя могу ломать все там у них очень много дэмэджа пизушники почти все я не успеваю отвезти да просто я мог сейчас ударить он мог стану лететь поэтому попытался близко так хорошо добьем чуть остается 200 золота всего 0 сейчас в ближний км а это не леварик чуть-чуть хорошо все пойдет мне нужно вырезать самых слабых иначе если я в центре событий буду я буду я буду фидить потому что вот сейчас произошла такая ситуация что я вылазил до начинаю биться и меня три втроем начнут убивать два рдшника а это очень плохо дэмэджа там очень много я столько дэмэджа могу не пережить даже с тараской так и мкб сюда запихнем и тараска здесь все но 32 минута долго долго но у меня не full free был и full free правильно был при но не full free хорош она скелетончик дорогой прыгай сюда родними родименький хорошо за молнию хотел слить его а парики тут надо вот так вот сделать проксевич хорошо я из руки просто убью ладно не будем тянуть она туда печаль к там бы наверху стоит вообще не в тему солью хорошо реки окей хорошо сейчас . пропадет уже все google control его отлично пойдем мид лерик как умирает не понимаю него как будто вечно нету ресса его два раза убили за это время реки вы видимо в гросси с маной конечно проблема один файт ман и нету единственный минус хорошо у нас шаман просто с транквиллой если бы это был бы full sub было бы круто на тараксу пришлось ульту тратить потому что с руки не забираю хорошо так как вилку подведем чтобы монорек был монорек плюс армор крипом все отойдем в все отойдем в сейчас еще одна драка абиссал можно сделать до этой драки а база сбега зарегене си гоу гем забрали да у них а если гем хорошо мы забрали гем у лёрика оказывается вообще ничего нету но он молодец все равно центре там что-то даст и таскает этого достаточно чтобы быть полезным молодцом так 3000 золотых в последнее хорошо иду правда в лоб вот так днем тяжеловато лезть но мы сейчас пойдем мы сейчас пойдем мы сейчас пойдем сурой фармит так тут зафармили все значит вот здесь сейчас в кемпах они стоят никого нету идут идут скади поджоу минус скорее всего под тучей я прыгать не буду бомбу солью пойдет но как пойдет не пойдет все честно аду ходить манты нету я умер тут тоже тоже умер рикки моросит лучше не торопись пожалуйста всех всех 5 ждите то есть я сейчас манту слил чтобы слить томбу и ничего не слили пуш пошел заторопился ешь дай 1 раньше ешь дай так окей это на самом деле плохо контроля очень много я не хочу делать бкб что будем делать далее возможно тараску но лучше мкб чтоб я мог хотя бы блин опять таки видите тут нужно столько дэмэджа вносить нужно двигаться по драке жди пусть ломают нормально интересная катка получаю то что хотел то что хотел получаем шаман кларетку носит не даст там какой-то не сентри а кларетку найс бывает пойдет молнию вот здесь хорошо забафал в конце смысл ее бафать когда вас не бьют молнию бафнул как по кайфу когда манта заюзана тоже желательно молнию не накидывать чтоб не спалиться он пуш опять соло пошел куда пошел у него жестина вообще 308 минуты митер по моему кстати ничего нет так наверное тараску сделаем все таки доп хп регены пгшку дропнем да тараска уже в принципе есть тараска есть можно было сделать абиссал это доп дэмэдж и контроль доп дэмэдж хорошо вот так делай пашечка снайпер дамажит там тракса дамажит все дамажит под центрем файт надо если под центрем поделемся будет офигенно вот здесь в центре обсерв стоит мы тут можем хорошую драку сделать а они забайтятся побегут сюда о один уже есть вот второй хорошо а вот это плохо очень фиссура брат нужно оооо все он меня заблочил этой фиссурой жесть просто оконченная фиссура а не проиграет эту драку без меня меня фиссура и так заблочила сейчас лёрика просто расстреляет заблочил меня фиссурой я не хочу тупо бкб брать ради за ради одной пучки но походу придется жесть у меня сейва вообще никакого нету ЕС сейчас подставил фиссуру и меня закрыло все эгэ так ну пудж пошел пофидить у него какой-то фетиш у пуджавы этого если честно какой-то фетиш пудж такой какой-то фетишист лотары не могу сделать я бы сделал лотар чтобы уходить из тучи но там есть даст гемович мы тут даже проиграть можем если так будет идти Леорик 2 10 Леору БМБ БМБ хотя бы Лотаре лотаре там реки туча туча тучу ему форс хорош прыгнет опять хекс тучу ему говорю хекса ему так сделаем надо наверно сплетить пытаться но мои просто могут на фидите я потом могу соло не дефнуть ну погнали раскачивать по сторонам ходу бкб придется если я сделаю бкб я в принципе смогу драться я смогу уходить из тучи как-то потому что типа нету сейва банально рошан езда рош есть чекнот пацаны армит как на пуджа нападение будет есть и кроша реки очень сильно морозит меня там просто и получается нападаю кого-то убивать да реки просто подбегает дает тучку все и меня расстреливают я не могу драться под тучи никак вообще а поставь пожалуйста хорошо надо сейчас очень аккуратно с этим айгисом сыграть очень аккуратно так у меня есть 2000 мкбшка обессал сначала обессал бы мне моя задача типа томбу слить я томбу сливаю надо много тычик дать самый кайф из 5 карты у зомбака что там бы не имеет хп она имеет тычки да это очень классно это лучшая тема которую могли придумать томба так в лейте жестче становится нужно именно тычки чтобы слить и галпомиду пофиг вообще ракса но не тревел тревел шаман ушел да я понял то есть я быстро пытаюсь пропушить а шаман пошел а покажет ладно побьем чуть-чуть форс форс о молодец научился учился ливари куда пошел а ты куда б б да мы не вытянем эту драку вот уже не вытянем эту драку то есть дабы уйдите все леорик слил драку ты таки бкб походу придется делать все таки бкб придется делать походу это трики ходит везде девардит давайте так сделаем так 3 минуты до а тяжело ни одну драку не можем выиграть сюда по чуть топ толкаю реки уже сюда пошел прямо без там короче все упирается сейчас в инвизы тупо челы с инвизами и не можем выбить никак у нас не берут пацаны об центре зачем да а яга пропадет я буду скорее всего брать центре и расставлять 5 ского не надо 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 чуть ского не есть играть и в тупую видишь вот так напишем леорик он такое у него макро слабовата его туча с драку надо делать они в меньшинстве тут прям офигенную надо драку делать туча опять да ё-моё как она достала эту тучу и так но меня дали весь прокаст хорошо я дерусь хорошо на изгин отличный размен вот вот зачем а яга берется товарищ леорик снайпер страйк свой стоят наяривает а тут я вылазил добрый вечер хорошо все амит хг вот зачем берется егис пожалуйста реки не тянет дамаг увидели молния плюс мкб не можешь там я может так 2 байбэка хорошо байбэки сделали не обессал почти есть манту держим на если что на три байбэка не база пп а ну ребятам 3 байбэка куда вы серьезно по тучу прыгать 3 байбэка 3 байбэка 3 бб нажали челы еще 3 байбэка мы там не подеремся они не понимают это так иллюзии на из на крипский поставлю так у меня 2 300 пока башка надо походу до победить мбайбэка оставляю крипски п тфм 40 секунд без ее сада центрики ломать они будут очень быстро леорик вообще пофиг вон прыгает вообще крипуля все же есть наркомански то есть этот леорик это сказочный чувачок этого можно еще до хорошо я тут сдохну тоже скорее всего а нет дерусь хорошо хорошо тараска работает мид можно ответку делать да найс лично с к байбэк для урик вообще в тупую прыгает он вообще не понимает ничего просто прыгает вот он хочет прыгнуть да вот он берет и прыгает танковать это называется безмозглый танковать называется подожди вот тут центре вот тут давай есть там и уме должны сломать тут мкб х есть принципе да надо улетать вот здесь на подсеве встану меня смогут так расконтрить есть брат нужна твоя помощь отблинковать жалко у меня нету маны вот прикиньте если бы сейчас была мана я бы сейчас просто дал бы мановой да и убил бы всех б и зайдем и нету тупо маны так рошана прочекаем а давай держать сейчас могу драться под тучи мкб есть жестко жестко и бассионы бы какие-нибудь еще потому что там дэшки р р дэшки гем го мид мы даже не спушили рики видели как мараси да но если вот здесь зацепили по центре который откнул вообще пока так они в топ собрались хорошо многие сейчас напишут наверное глядя на эту игру скажет билд типа такой там маны не хватает маны хватает если у вас есть саппорт нормальный один с одной арканы этого хватает вот вот это не годится с транквиллой парень бегает на шамане типа ну я не знаю вот что же самое не очень поэтому ребят центре стоит можем правда сейчас нарваться у меня байбай конец все нарвемся это будет плохо рваться нам нельзя нам нужно тактически вот это плохо я не спошел на реке нету просто вижена кушаем вот что какой смысл кликать если вы уже встряли чуваки не спушу это они не пойдут да они не пойдут тут рики можно и вот это плохо а это хорошо хорошо они потеряли всех рики мару на центрях сдох фу позор на центрях чувак на центрях гоу мид гречка вон там вот вот эту сетям гем курим гем куря чувак чувак на пу джин он пошел до хост хост загнал кинтов который сливает годно хорошо тут я сломал пост виноват ты не хочешь да и чтоб я тебе гем дал дядь так маны нет на голову пробовать рики нету никого не бояться в принципе можно ломаем хорошо снайпера ега давай егу заберем от blink хорошо успел нас пойдем топ поколотим парни тп-шку держим чтоб уйти если что они за мной выехали сразу расплитились можно сплитовать щас а нет кто-то пошел ко мне надо отойти да на базу на базу нормально выигрываем пойдет них минус две стороны это хорошо уйди пожалуйста гема да сейчас буджа парень конечно весельчак жизнь так и норовит отдать этот гем куда-нибудь так это продаем это продаем это берем это берем хорошо вот так вот все погнали погнали тревелла есть шарт я не знаю можно байбэк взять оставить можно бафнуть шарт так этот после байбэка сдох да хорошо на и со шарт беру шарт взяли хорошо 56 долго фармили здесь реки четыре раза всего сдох мкб есть там сын 3 надо уйди сюда подойди пожалуйста а тут же также реки сейчас будет гулять поймаем убьемся сюда иди реки сейчас придет бьем и г он придет по-любому сюда он пойдет он не может просто брать стоять там афк что он бегает гуляет постоянно гуляет постоянно не надо опять сейчас туда прыгнет вот что ты с ними хукани его оттуда братан ладно вот это убьем это называется танчить это называется уйди 1 в 5 это называется ты прыгаешь и все дуралей не надо нет называется 1 в 5 просто прыгать и все тупо он не понимает на лёрики это просто говорит это танчить так такой тактикой ты не выиграешь игру танчить снайпер настоящий интересно и не иллюзия настоящий хорош молния работает ооо так это байт был нет байбэка если чо да реки там стоит надо было пуджа ооо так они реки заберут еще хорош 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 заберут найс можно в принципе байбэкнуться и пойти закончить г закончим пб могу нажать гоу там байбэка нет а если будет контр байбэк то норм так манта есть можно наглядь минус 4 работаем хорошо подойдет сейчас пудж хорош все гг 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 ребят найс ну потное получилось первое начальный фарм был такой себе на 3 с плюсом но в целом задушили задушили 50 50 кстати по фрагам жестко спс пас они запустил своих говорит лоу кринж заходи на стримы в 19 мск ребят но получается вот такая вот у нас первая катка очень довольно таким плотненько получилось реки мару победили и пойдем сейчас с некстовую катку и что я могу добавить здесь сейчас мы сыграли антимагом через молнию через молнию и некстом попробуем сыграть давайте для примера через бф старый билд допустим да попробуем сделать и один фановый билд я также сделаю погнали попробуем ну что ребята загрузилась у нас некстовая тоже третья игра и сейчас в баночку баночка приехала и сейчас мы будем знаете что делать сейчас мы постараемся выформить через battle fury да надеюсь будет хороший у нас саппорт и посмотрим как оно через battle fury через battle fury как оно как оно вообще как дела обстоят через battle fury но естественно через вг тоже посмотрим что будем делать первее но персик в любом случае сделаем король властелин кольцов я сейчас буду вот так вот кольца будут ну посмотрим как у нас будет катка обстоять погнали фарм и фановая катка потом у нас будет next of a надеюсь она вам тоже понравится но она будет такая плюс минус плюс минус интересная надеюсь вам понравится целом я придумал интересную фановую вещь так ага лего взяли хорошо лежи жон лежи жона взяли лежи жон это хорошо это хорошо будет интересно если его перефидят я его никак не победю с мкб хребет очень тяжело будет очень тяжело так мид у нас есть у нас ксин пандаренович на миду мартретка очень лютый контр пик но с бфом быстро тоже фармишь бф если берешь что 100 процентов надо фармить а с молнией я стараюсь драться как бы бф тык 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 быстренько пошел там 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 везде вот это все подел экзекиус офф нифига себе прикиньте под бафа магнуса еще сплэш будет интересно парни посаппортите на топе пофармить надо будет очень хорошо если мне хорошо посаппортит реально если мне дадут фарма начального будет кайф на так ну что все дела идут у нас все отличненько ребятки не забывайте поставить лайк за гайд не забывайте подписаться на youtube канал топим на 50к на 50к будет в любом случае розыгрыш от моих спонсоров от меня будет пушка заготовлена уже очень интересная тема у меня в голове так что ждем не забывайте я топ не забывайте ребятки подписаться на тг на youtube на бусти также если не успеваете заходить на стримы подписывайтесь на бусти на бусти выкладываю стримы для всех для платных и для бесплатных там есть платная подписка есть бесплатная именно касаемо бусти ну и на стримы конечно же так же залетайте стараюсь стрим их 19 подрубать но не всегда успеваю ребят я человек семейный поэтому прошу меня простить бывают жизни огорчение так хочу так пониже как киберкотлета сесть и погнали так адмиралы кунковичи там заехали да тяжеловато будет кунку надо будет контролить так а у нас тут будет бф да это плохо тараска travel манта башер мкб бф да получается так скорость атаки совсем не будет но возможно бф потом будем продавать кайфачай мачай вот это все я сап фармите все магна будет ну магнус в саппорте как таковой он слабоват а вот как тройка а огур на побегушках офигенно было бы но магнус если хороший он будет стараться отдавать экспу как то тут под стакер что-то дабл стакать я бы лично пытался но не всегда получается если честно так дабл стакать да то есть ты отвел дабл отводить вернее не дабл стакать а дабл отводить так а у меня на топе будет дс который будет щитами фармить это хорошо это хорошо можно будет просто щит подмаксить и спокойно работать спокойно работать так марита 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 а чё ты меня хочешь да ух бро надо уходить дядь уходи погиблый будет же есть ху 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 бро ну уходит он уходит хорошо монетку изи забрали изи монета ху 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 мартретка тут бегает ой а внизу фидят пацаны монету забери то ё-моё жесть рубен там что-то не доиграл что-то так ну мартретка опасный оппонентович до того как покупаю мкб так щиточки пошли хорошо первое что нужно будет купить это кольцо здесь постараться потому что физики тут не будет я не буду танковать потому можно будет попробовать сразу в колечко выйти хорошо минус один тангус имеется но не все равно лучше взять ну магнус чисто в стаке побежал хорошо берем тройку найс чел я все равно выйду отсюда мне все равно дорогой все найс по таврам я так понимаю будем ласхитить постараемся ой найс отличненько оп хорошо всех добьем прекрасно дабл отвод красава икспы забирает у них их правильно сделал что дабл отводик имеется все бегаем по таворам хорошо дэмэдж красиво ложится добивать можно найс прекрасно вот это можно чуть-чуть пошугать здесь я так думаю ману сожжем у нее хорошо это есть я там крипов прогуливаю пойдет я пачку крипчиков правда всадил но врагам не дали икспы здесь и не дали золото это тоже очень главный момент пойдет неплохо это не это неплохо это даже я бы сказал бы хорошо марита базилку купила молодец головешка работает чуть-чуть так кольцо у нас есть если будет овер хороший фарм то мы сделаем постараемся сразу выходить как-то в ангвард птшка хотя лучше бф ранее делать с ранним бфом конечно много лучше так колечко колечко уплотнительное я сейчас взял magic resistance потому что очень много хапаю с щита щит идет дома жилого и вот это все такое дело да ты шо дядь отстань от меня я тебя не трогаю ты меня не трогай все будет хорошо брат но не у тебя в этой катке прикинь взгревал взгревал не догрел вот это вот тоже не добью молнии там хреначат брат я тебе тут не помогу тебя там молнии задушил гарпи есть она лютая опа бить начинает красава на из баг вам ничего это не напоминает у меня дежавю небольшое вот здесь в моменте что-то было и сейчас вот что-то такое да кайф кайф дотка я люблю тебя ну минус золото жесть прикинь как еще с видеть на этом лайн и на котором невозможно с видеть только либо из-за бага либо из-за лага либо еще по какому-то критерию непонятному так но танчить тавер нельзя заставлять уже что-то я б не не проследил второй момент пошел ребята вообще круто смотрите второй момент о все это конечно я не знаю честно как вот это вот делать вот это вот ну то есть это жесть первый момент ладно у меня из-за бага да второй момент это начинаются лаги и прочее всякое дерьмо я этого вообще не понимаю что ты там бегаешь гниду сна да есть все отбой 6 это кринж самый настоящий кринж че там огур пришел подфармить до магнус старается видно он и пытается лишнего ничего не делать и не удержался не добить стики сапог погнали рубис видит а пофиг на него на вашего рубис главное чтоб мы не фидис а огур фармить пришел шах ках 07 пришел все надо уйти всем уступить фарм ему и и пофиг что у меня керри роль а у него саппорт роль надо все надо уступить максимально жестко все лайн сейчас поедет лайн сейчас поедет не того гоняешь если че я тебе сразу говорю я не пойду он не того начал бить больше чел ты чел просто все у него виноваты сейчас будут его нужны не ту цель берет чтобы нападать хорошо ксин вот ксин делает вещи молодец он знает что делать соболезнования принимает интересно парень на огоре огор туповат чуть чуть ой чуть не кинул ему тангус ладно ничего страшного первое что я сделаю это конечно же скажу свое негодование второе это куплю вг чтобы можно было тут спокойно стоять о да 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 ты чё у меня еще стыке есть брат оч хорош но магнус зря мне кажется отдался у меня уже блин был Ладно, я пошел схожу на... Я орнул бы, если бы сейчас у меня опять блинк навернулся О, там еще и кунка, нифига Гаси Ничего себе тут корабли летают Кресты, торренты же есть просто Че пацаны творят вообще? Опасные Да души ДСа ты че делаешь? А, он без чайнов Чайный прогулял Я не буду прыгать? Ну я прыгну, ладно Боже Отстань от меня, да? Так, ну я тут от Мариты бегаю, если че Пацаны Хорошо, Марита отстала У меня маны не хватило, копеечки чисто Ну все, с БФ работаем Тайшку мы потеряли С БФом С ВГшкой ВГшка Кто-то там стрял опять, да? Фе-фей, фе-фей Вот таких огров надо кикать Фе-фе-фе-фе Так, ну в принципе Все не так плохо, как могло быть Да? Надо маны немного взять Маны Кп-шку Да ты че? Для какая Март редко вообще же есть? Не, ну хп нужны тут Че, будет прыгать? Мы ее не боимся Прыгнет, я буду драться Б Не надо драться Сидеть Все, ок У меня в принципе встроенный БФ есть третьего левела уже Меня Магнус пулит ВГ молнию здесь докупаешь и просто изи катка, реально ВГ молния и все ПТ-шка ВГ молния Магнус с замакшенной тройкой И я еще если сделаю БФ Это будет тупо максимально Максимально тупо будет Можно сделать, конечно Но в плане у меня здесь есть, конечно, сбор такой Магнус, видите, как делает Ксин Старается зафармить все, что движется И не добил рак 51 крип Мало, мало Ну, лайн, можно сказать, хардовый был против ДС ДС Противный Господи Кресты даешь? Там ДДшка на магне Ой, на магне Бро, у меня есть блинк Я могу, мне кажется, кайтить такое Вот ВГ, ребята ВГ, смотрите Я с такими конченными ХП прыгнул, убил и улетел Это вангуард С БФом даже сейчас был бы у меня какой-то Клеймор, там, Бродсворд, Персеваранс Я бы такого не добился Как вот сейчас сделал я Я вам говорю ВГ сила Реально Старая мета, которая, блин Миллион лет назад была Она работает до сих пор Реально Она рабочая, ребят Я вам отвечаю Вот, ну, не пренебрегайте Реально Вот, не пожалеете Вот я не пожалел, что сейчас Вот взял ВГ Смотрите, у меня просто ХП есть Чтобы я и лес могу пофармить Я не могу так С пол БФом Я не смогу так фармить С пол БФа Вы привязаны прям Вот, вы привязаны к тому Чтобы просто вот Ходить на базу Или стоять тупо на лайне А с ВГшкой Вон, смотрите Я лес на лоу ХП Стою, долблю по кайфу Сколько я уже Зафармил кемпов На лоу ХП В этом-то и смысл Вангуарда Даже в БФе Нету потребности Я не вижу реально БФа здесь Еще Магнус в команде Можно сделать, конечно Фулл сплэш, да? Давайте фулл сплэш катку сделаем Пусть будет таким контентом Сейчас купим Персеверанс И пойдем далее Это же жестко, блин Сколько я кемпов? Раз, два, три, четыре Пятый кемп фармлю На лоу ХП С Вангуарда Сколько бы я уже Сходил на базу С БФом Жесть, что-то я вас так Прям люто агитирую На то, чтобы покупать Именно Вангуард Да блин, потому что это круто Вы глядя эту игру Можете это понимать Оп Это же реально круто Все, вот так и фармим Вон магнус адекватный Адекватный магнус Это я вам говорю Типа тут Катка вообще изи будет Сейчас еще Если еще БФ сделать Отстакать Красава Тут по идее тоже успею Отстакать Если огар не заблочит Не, не успеваю Не успеваю Немножко по времени Хорошо Я все-таки сделаю БФ По рофлу Но это неправильно Максимально Потому что Нас давят Если бы я сейчас Сделал Молнию Мне кажется Мы бы эту катку Уже начинали выигрывать Магнус 400 золота Да? Персик до кучи Ну сделаем Я уже сказал Сделаю БФ Значит буду делать Пусть будет Если сказал Сделаю То будем делать уже БФ быстро по идее сделаю Будем просто толкать Подфармливать Еще бы вот что-то Забирать Да? Вот такое Вообще типа Изи было бы Но я вам говорю Ребята Максимально Нелогично Играя с таким Магнусом Который вам Бафает Который раскачивает Эмпауэр Да? Делать Баттлфьюри Я не рекомендую Это делать Но мне нужно По гайду Для билда Это первый момент Второй момент Правильно было бы Сделать Вот видите Такую катку Да? Вот как вот сейчас Игра Магнус у вас Адекватный Он вам берет Бафы Да по кд Вы быстро фармите Просто дофармливайте Какой-то шмот Чтобы быстрее Манта Не манта Ооо Лего Легион Я не видел Я не видел Легиона Честно Я увидел Что у меня ХП улетают От счета Но не понял Чем прикол Так вот И делайте Адекватные билды Я чувствую Даже сейчас Из-за того Что там Лего Можем проиграть Потому что Они очень быстро Будут динамично играть А я с БФ Оттяну Еще сильнее Игру И в лейтгейме Только сможем Поиграть 0-5-0 У нас Огр 1-4 Парень на Рубике Ой жестко У нас Эмбер есть Да выиграем Моя ошибка Сейчас Что-то Как-то Я Ну затрынделся Нужно же Объяснять Почему я Делаю А сейчас Какой-нибудь Чувачок Напишет Ну и так Ну и Я объясняю Как правильно И почему Правильно И почему Я так делаю Может это Даже и неправильно Но я Объясняю Хотя бы Почему Я так Собираюсь Делать Так Минду Да ДС 700 Ман Блин Стоков Фарма Там Минду Тут нужна Молния И Башер Фастовый В этой катке Лего Меня хейти Сейчас начнет Отходим Вовремя Я ушел Жесть Они очень Динамично Играют Оппонента Динамика Высока Игры Фармит Легион Да Там Эншей Обрат Сворд Плеймор Почти есть Ребята Далеко Пошли Лего Опа Дядька У него 130 урона Погнали К ребятам Подеремся Че-то Азамана Выйдем Лего Пока Бегает Другой Части Карты Не добил Жестко На самом деле Контроля Очень много Так Ну Надо уходить Легионы Такой Забавный Чел Они вообще Старенты Корабли Там Ну Да Сразу Тут Даже Надо Уходить Хорошая Руна Вард Стоит Да Катишься И Надо было Укат О Он Ко мне Его Притянул Это Печаль Давай Подеремся Чуть Давай 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 Ремнанты Туда Брат И Не нажал Не знаю Должен был Нажать У нас ХГ падает Ой 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 Не нойте Играйте И не такие катки Выигрывали Хардовая катка Будет В центре Обс Либо Кто-то Проходил Хорошо Заблачили Гоу Берн Берем На фул Фарм Так Ну Убф Есть 20 Минута Дальше Что Дальше Желательно Ман Поделать Сейчас Сплэш Конечно Будет Еще Больше Но У них У оппонентов Сейчас Буста Идут Люто Я Постараюсь Посплетить Они Низ Идут Да Найс Хорошо Ну с маной Проблем Опа Тут Мартретка Фармит Давай пофармим Мартретку Привет Такая Мартретка И я Тут Стоим Фармит Ну я Такой Среднебоевой Сейчас Среднебоевой Почему А я Скритуешь Дядь Жестен Раскритовал Надеюсь Сейчас Не кританет Хорошо Да Что там По магии Магии Особо Нет Но Еще Один Раз Скачаем Там Блин Такие Лохи Побегают Пойдем Пункис Туманы Хорошо Забрали Погнали Пойдет Интересно Потная Будет Потная Прям Будет Потная Потная Плюсы Прям Потная Потная Катка Будет Из-за Мартретки С армлетами Яшу Хочу С Яшей Можно делать Вещи Сейчас будет Погнали Маны Чуть-чуть Побольше Я аквилу Не делаю У меня Маны Достаточное Количество Погнали Сюда Мартретка Что-то там Ногов Поможем Понюхаем Хотя бы Экспы Опа Найс Они не Выиграют Эту Игру Если мы Будем Аккуратно Играть Хай Граундов Там Так Ну Это В принципе Тп Яшка Там Лего Прыгнет Снайпер Холи Щит Держит Ребята Кликает Нервы Есть Играй Играй Нервный Пацаны Немножко Чуть-чуть Совсем Чуть-чуть Нервный Нервный Есть у меня Сплэша Если бы он еще работал Корректно Было бы круто Уходим Уходим Боюсь Легу Встретить Легу Не тяну Никак Пока Баша Нету Да и так В любом Случае Даже С Башем Нужно Видеть Его Раскачивать И Тык-тык-тык-тык-тык Так Знаете Валка Потому что Легион Очень бодрый Против Антимага Очень бодро Заходит У кунки Ничего нету Радует Хорошо Почуть Апаемся Ксина Бой и эф Тоже Прикиньте Мы тут Батлфюри Гейминг Строили Там у Снайпера Стрик Сейчас Чуть Побегаем Соберем Соберем С него Стрик Опа Рошанчик Рошанчик И Дев Что там Прям Сильно Дев Нужен Если Сильно Дев Нужен Я ТП Дам А так Я Сплетить Буду Ксин Не вся Катка Держится Три Палки Ой Маны Нету Батлом Отпивайся Да убиваешь Ты ее Ты ее Убиваешь Вот это У тебя Флеймгород Все ясно Все ясно Вот такой вот Ксин Пойдет Все Ок Напишу сразу Ребятам Что понимали Надо для видео Но не рекомендую Опять таки Еще раз повторяю Не рекомендую Собирать С таким Магнусом Адекватным Который Раскачет вам Импавер Чтобы вы фармили Быстрее Собирать еще Дополнительно Батлфьюри Ребята Я не рекомендую Сразу говорю Я повторяю Еще раз Реально Вот еще раз Повторяю Я вам реально Говорю Не стоит Не надо Пожалуйста Магнус Молодец Он адекватно Сделал Раскачал Огросип Еще тройку Бафал Три Все меня Забафают Я вообще Жесть Фарм машины О Фарм машина Есть Пошли Тык 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 Цвирк Цвирк Там Мартретка Видели Как со сплэшу Отлетела Это можно Побить Немножко Убежит Просто Я под всеми Этими бафами Очень быстро Могу фармить Не пофиг Почти Откайте Молодец А тут Заблочи Его Хорошо Правда Мы сейчас Магнуса Потеряли Из-за того Что я Промедлил Очень сильно Еще Возможно Угра Потеряли Так 2700 Почти С манта С этой Вылазки Мы манта Купили Манта Есть С этого Фрага Разменяли Сейчас Два в один Но я Купил Манту Себе Там Лего Поймал Поймал Адамит Вообще Толкать Сейчас Кунка С Дезолей Толкаем Сразу Чтобы Подальше От ХГ Они Были Магина Огр Не надо Не надо Пусть Играет Парень В чем Проблем Таро Бедный ДС Пока Баша Нет Я его Не убиваю Никак Хорошо Отходим Возможно Уже Бежит Легион Видите Он Сразу Выходит Леги Не Вижу И Поэтому Вычет Вообще Не Варик Башер Нэкстом Башер Нэкстом Топ Идут Да Не Торопись Куда Так Торопишься Печка Моно Уайт Хорошо Но Стоп Ломается Да Плохо Так Но Топ Сломает Скорее Все Да Син На Фистах Один И Деф Нет Побьем Чуть Чуть Вот Эту Хорошо Отдефили Пойдет Доламывает РП Сейчас дадут Ему Не сломает Ничего О Клэп Слышал Только звук Только Го Он отрегенится Главное Задефить Его Он отрегенится Барак Напрыгнет На Огра Я помогу Хорошо Щит Не докачивай Тут нету Особо Магического Урона Поэтому Поэтому Щит Я не докачиваю Подвяжет Хорош Отлично Огра Огра Если бафал Магнус Красава Не Магнус Респект Если смотришь Мои видосы Молодец Годно Делаешь Но Не надо Никого Кикать Пусть Если реально Фидят Да Грифят Не Дон Ну если Донные То Как бы Блин Че поделать А если Грифят Именно Если Грифят То Тогда Да Надо Кикать Если Грифингом Занимаются То есть Именно Курьеров Там Фиды Вот это Специальные Именно Специальные Фиды И не Нажимание Кнопок Это Грифинг То есть Это Надо Банить Кикать За Это Да За Это Бан Так Ну Сплэшем Парни Сплэшем Башер Есть МКБ Ханекста МКБ Ханекста Так Мартретка Тут Подфармила Башер Сейчас Смогу Слегой Драться В принципе Уже Под бафами Могу Снайпера Еще Выцеплять Лего Уже ТП Наверное На мид Сделал Надо Уходить Опасно Тут Стоять Ласхитить Чето Я чувствую Бро Надо Уходить Иллюзии Найс Иллюзии Это Хорошо Люблю Иллюзии На антимаге Подбирать Скорость Атаки Правда Нет Обратите Внимание И В принципе Но Фарм Чуть Чуть Побыстрее Идет Тем более Если Под Магнусом Рича Делает Но Бэкдор Он Сломает Гол Ответ ТП Жалко Нет Я ТП Дал Так У меня Аж Своей Куры Нету Да Хорошо Иллюзиями Подблочим Дамагу Подходящих Крипов Так Лего Там Душин Корабль Будет Логично Что Корабль Будет Че Не Отходишь Какого На базу Лох Команда Говорит Чтоб Барак Не потерять Надо Дефнуть Так Лего Заберут Там Да Я Деф Но Тот Чтобы Барак Не потерять Что Он Там Боже Что Угомонить Не можете Я Сейчас Приду И Дам Чапалах Мы Просто Изи Вообще Крепуля И Этого На базу На базу Надо Надо Ультовать Сразу Там Снайпер Бкб Стоит Нету Там Команды Ест Ест Ты Какая Бисса Купила Я По ней Тупо Не Попадаю О Най Баш Баш Крит Наверное Сейчас Будет Стандарт Какой Нибудь Баш Крит Жесть Мне ХП Слило Там Редка Регенемся Так Топ Бараки Подходят Снайпера Лопнули Акси Никатка Держится Сейчас Молодец Надо Забирать Ребята Надо Забирать Барак Падает Так Она Кушать Пошла Вот Это Ты Зря Туда Идешь Курочкина Пешки Нет Жесть Они Сплитуют Пытаются Засплитить Так 4000 Можно Сделать Тараско Но лучше Сделать Мне кажется Мне кажется Хрен Мы его догоним Но попробуем Попробуем Я с блинками Догоню По идее А все Окей Он балуется Лучше МКБ Сделать Рож Есть Надо Думаю Думаю Успеем Не успели Лего Оегиз У Его Он Один Ис Даст Ис Сентри хорошо они возил бы его хорошо и орегенится подвяжет сейчас отлично вообще так спокойно не знаю эту катку играю они там нервируется пацаны нервируется мкб есть уже часа бисов возьмем типа ну вообще не вижу проблем в этой катке вообще не вижу проблем то что они нас пушат это понятно у меня не до фарма ждите бф есть хорошо вот своим к башка погнать башер можно сработает сегодня хорошо я ее просто не вывожу она вы вылетает резче чуть ребята сработали бы сейчас эй все в корабль да и она сейчас убьет всех нафиг ксен улетай брат единственный кто может это за дефит tc tc и сразу резко все хватает у нас немного надо вот так вот сделать у меня башни будут вылетел я бы ее счету забрал ой хорош хорош рубик тут как я обстоял бы вы в бэкдор вот просто имба да в бэкдор хреначишь но тяни его под 4 он узок легион ой легион этот магнус минус мид спела у меня нету центре центре ставь портрет к туда не факт что даже что выиграем как-то все дубином магнус баффет хорошо но минус мид еще минус 100 печалька двойку даешь ваш пожалуйста сотри просто ломает звериница поломает я сдох поломает и сам ему пофиг да печалька с мега крипами видимо будем играть поломает да возможно проиграем тут я так чувствую что если лего так будет просто в тупую вот так и ванвэйт у нас центре нету надо работать жестче и могу я центре опса покупать ставить центре о центре появился так лего 50 секунд легион такой туповатый он будет идти вот так просто ванвэйт его можно на этом ловить просто нужно это ждать стоять вот он так раз реснулся ждите он придет когда бежит он придет и будет пушить и все то есть он у него такой геймплей такой геймплей у этого парня он просто вот видит идет все снайперу как хорошо снайпер от артефактов нет у него можно кайфовать так у меня нужно тараску сделать вообще желательно какой-то design сделать вот и есть так руби кафе касты да плохо руби кафе к стоит кюкю папа вот этот 113 9 ассистов пацана у меня 9 ассистов мид дефнуть так лего живой но лего крысить побежит сто процентов мид дефу и погнали ребята уже там наверно по на фидят пока я приду сину летел хорошо мне главное не попасть на дуэль все будет о магнус прыгнул а с это плохо чалека придет стойте просто стойте все так мартретку сняли до сплэш леги нету легион проблемы куда ты куда 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 олега вылезет дядя а он так принципе видит его до хорошо он уже идет гнида уже идет гнида но мы его сейчас натянем на кокон бить его тупой я же просто тупой идет ван вейт и все тупую тупо в тупую он так и будет идти так мне нужно тараска я сразу сказал он так и будет делать так но это минус глип мне нужно обидел что такое пресекать но сарам надо тараску чтобы кушать пойдем тараску надо чтобы пушить мид сломаю пешку одну хотя бы здорово а можно подвяжи бро подвяжи о 4 700 баганула она будет да походу она будет походу вот это там идет он еще я можно побить бей можно побить все на базу лего тп даст сломает а можно в бм лего хреначить ждем лего и ломаем его лего хорошо куру надо вот сюда повесить хорошо ребята на дефе встали кур вот здесь повесим тревела бы надо кашан есть уфу-фу далеко от базы отходить тоже нельзя ребята идут я не пойду я пойду на базу а вот она начала собрать деф хорошо мы уже забрали глифа нет могут ван в м просто зайти сломать когда будет глиф я наверно пойду этот сделаю немного буду пушить хорошо хорошо так мартретка там бегает да они могут так знаете расплетить на боковинке до закатить забайтить а по крест дает судры а на кресте на кресте вот она научились на крестах играть о покушать принес хорош так у нас боковые не страдают лайны каковой лайны хорошо но тут на самом деле ксин очень много делает с бфов жесть хорошая катка выходит я депы ребята далеко так у горба и бэкнулся фантом к бэбэкнулась лего 60 секунд идем хорошо вот этот слева сверху настоящий у меня тараска я подрегенюсь пока я его убью спокойно причем блин в лоу хп это пофиг ультангу уже погнали по миду погнали свою задачу я тоже выполняю свою задачу выполняю вот тут надо для 2 бы сломать было бы хорошо так ну минус тут сделаем улеги если есть трава лана быть на базу резко лететь скрип арестнуться ксин с одного киста пойди убьет их так ну там если что есть глиф есть глиф есть если что хорошо до крипов конечно с двух тычек просто убиваю так обессал на сюда и б хорош отлично а я смогу сдохнуть нет я живой на из good game я по топу пошел если меня набавку это и вообще в опасная машина буду но с бфом смотрите как катка у нас обстоит здесь бф конкретно заходит тем что я максимально быстро отпушиваю но если бы я собрал молнию на ранней стадии я бы просто отпушивал бы все и дрался бы а так я бфом немного оттянул а динамика этой катки была такова что нужно двигаться постоянно я в принципе уже одет мне можно работать как хочу лего 30 секунд после легиона можно так вот так вот сделаем да чувство иногда контроля не хватает мне давайте сделаем вот так вот шард появился спарился меня могут законтрить под страшно так вот так вот сделаем манку на ее иллюзии ваншот на лу так ну лего жив я пушану тут быстренько лего жив но лего мне кажется опять таки пойдет закрысить пытаться крысить пытаться лего пойдет он по-другому не сможет у меня вот это есть надо следить за бараком есть глиф лего забираем и можно идти ванвейт просто но надо смотреть за его байбэками потому что он такой он крысит очень под страшно она лимит дефнем смотри идут идут сейчас мид дефну так байбэков у меня нет ну здорово ну это гг чё делает на леги байбэка не будет на легионе если не будет байбэка я тп-6 да я мид подпушу мид подпушу гг хорошо мид я подпушу так лего не байбэкается но я уже здесь хрипов ломаю иду огар солид тут просто так вот это вот это вот это вот это вот это пкб нажал со сплэша сюда его пойдет гг гг молодцы красавы ну что ж ребята ну потненько получилось ксин молодец все молодцы и рубик все молодцы и рубик тоже молодец ксин на самом деле здесь очень много сделал реально очень такая лютая получилась игра очень жесткая динамика у пацанов была тем что они сразу пошли душить но не удалось интересная катка ребятки интересная получилась безусловно ну что ж в принципе бф что касаемо бфа могу сказать в этой катке ну хорошо зашло хорошо согласитесь быстро отпушиваете быстро двигаете лайны и идете вперед молодцом мне понравилось что магнус молодец хорошо сыграл были ошибки конечно и у меня ошибки были и у рубика было целых 16 ошибок но тем не менее мы все равно победили дота эта игра 5 на 5 и в этой катке важно играть вместе ну что ребята подъезжает у нас next of a к . это фановая катка сейчас будет я не рекомендую так делать как я сейчас буду делать и погнали ребятки фановая катка на антимаги наконец-таки если потные катки мы отыграли отыграли на вставочку самой первой игре там ультра килл был небольшой но пусть это будет на вставочку ничего страшного самое главное если что на моем канале вы знаете что есть огромное количество каток где с мега крипами на антимаги выиграю антимаг вообще он такой герой максимально хладнокровно надо играть и все будет пока это уже год назад я не играл дота поэтому не пытайся меня не играть не играл так ну что погнали антимаг химик д химика сразу отдали let's go о печалька будет жестко будет жестко что ж пановый билд погнали попробуем задушить парнишка на тренинг слоте не играл давно поэтому это печалька это печалька не волнуйся не волнуйся это будет хорошо не волнуйся это нормально подписчик зашел кафой чафай вот эти вот ники помню кафой чапай чапай копой кафой чафой как там это тише фарме окей мид мид мисити все ок ребята не рекомендую идти на мид антимагов я буду говорить это на протяжении всего лайнинга на миду сразу говорю я иду на своем опыте на мид не рекомендую вам идти это фановая катка еп это для fun но это работает еще кора пацаны хотят ты можешь нет не можешь мне нужно будет подфармливать мортро или вайпер огра огра бери тани мороси огра лучше тут огра это универсальный такой персонаж так если взяли стан стан нормально в принципе антимаг такой перебива тут будет тяжело вначале хорошо ордецкий щиток и летс го и соло кур возьмем так что подразумевает фановый билд то вы уже в принципе видели это мс билд будет мс билд да я решил сделать антимаги на фулл мс это будет фулл мс и конечно фановая катка подразумевает вин стопроцентную победку ребят не проигрываем вообще антимаги не проигрываем я знаете сколько это наверное игра 9 или 10 на антимаги и из них я сколько одну игру я проиграл из них из-за того что у меня люто лагала я вечером сел записывать у меня просто нереально лагал у меня висла ну вы в принципе две эти катки видели да вот такие лак вот этот лак вис и все и жесть это одна десятая того что у меня было в той игре у меня просто вот так все тормозило только прыгнул за место тормоза и еще при том что я Отыграл в плюсовом кэда в этой игре Ну потому что там что-то на автомате делал Но это жопа была Это жопа Это просто максимально кринжовая тема была Но ничего страшного Я себе соло куру куплю Вы себе купите Полоза Так, вот эту берем вещь и кликаем Потому что тут сейчас будет чел на БХ Так, сделаем Хорошо А чё он на инглише писал На кривом на таком Почему? Ну потому что я мидер, мне куру нужно Соло куру беру себе Не дам Не дам тебе куру Так Иду, вот этот будет писюнок Ага, два писюнка Ух ты, давай под тэшку, брат Давай-давай-давай О Спасибо А, он его грифит Он его грифит Найс Сейчас, блин, качну, убью его И пусть парня забанят Хорошо Хорошо Хорош Хе-хе Но это имба, это мета Это может быть даже, кстати, с фейкозов ловился кто-то, чтобы понапрягать Специально Есть такие люди Хейтеры называются И дают спокойно играть доту Специально будут хейтить Хорошо Так, вот это берем Хорошо Отлично Кольцо возьмем И еще реген Ну, кстати, тускар это такая опасная вещь Это мета Очень большим количеством магического урона И с шестым левелом физики очень много Залетает Очень много физики залетает Так, давайте вот так сделаем Будем чуть осторожнее стоять Базилку сделаем Ну, это дабл мид Щиточек есть, работаем Иллюзия фена Так, ману сжигать надо у него Эх, не успел, прикинь Это настоящий пришел туск Настоящий Базилку придется делать Базилу, чтобы крипы держались Не успел я у химику дотычка Чтобы ману сжечь Эх, крип заблочил Там манга Может накатиться Спокойно Тимик манку пьет Есть у нас тут зарубы на виду? Я их без маны Главное, держу Остальное приложится Хорошо Сапог нужен Так, они руны пошли контрить Туда я отпушиваю Так вот делаю Еще была я не шел Там реген был, дядь, да? Кайф на тебе Кайф на тебе Пока что мид идет не так, как я планировал Но пойдет Все равно Я левел апну Будет чуть получше Напоминаю, ребята Это фановая катка На мид антимагам не ходят Могу я себе позволить только Я себе могу позволить антимага на миду Держите в курсе Надеюсь, вы понимаете Понимаете, парни? Спасибо за адекватность Не забывайте подписываться на канал, ребята Подписан на YouTube Подписан на ТГ Спасибо всем Кто поддерживает От души Всем респект Кто поддерживает Спасибо всем за настроение За вашу поддержку ТГ Ютубчик Все, ребятки, шаманим Благодарочка Всем респекта Я его просто банально не пробиваю От Ускара Он очень плотный У него армор есть Все, есть Он даже без щитка А жирный А жирный Столько на расходники уходит, да? Квельс двоих стою Два раза больше Харреса Так, они руны пошли, да? Отпушиваем тогда Хорошо Я бы кольцо взял на VG Тебе здесь Круто было бы Но я хочу фазы сделать сейчас Можно было дамажить А то я щекочу просто Просто щекочу Щекочу Хорошо, фазы есть Фазы есть Нормально В принципе Крипстат 40 крипов На миду То, что нужно Я крипстат свой делаю На миду главное что? Добивать крипов И не давать оппонентам качаться Правильно? Правильно Что нужно еще делать? Оппонентам не даем качаться Сами качаемся Че еще нужно Антимагу Че еще нужно антимагу Вон ккс у меня хороший Като добивает Так про кс сказал, да? Като сразу же работает Телочек в студию Два желательно Два желательно Куру надо Пойдем Сбегаем За руной ТДшка Неплохо Пригенемся Можно подраться Хорош Давай Отлично Вторая хилка Пригодилась Айс Есть еще мана На блинк В принципе Я могу Но я могу на фазах Здесь пробежаться Хорошо Это нормально Все хорошо Оооо Ес Еще тут Да ладно Я на треке Жесть 5 в мину Ес Еще сюда Пришел Пойдет Худ Найс Найс Хорошая драка Очень много фарма Собрали Жалко Не волнуйся Жалко Феникс Жаско 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 Фениксы пришли Все пришли Спека Ультанет 5 левел Ес Лоу ХП Уходит Спектра Может попробовать Тет Вон он Но у нее ТПшки нету Она же оттуда Не уйдет Теперь Ой Хорош Успел нажать Красава Молодец Успел Да Успел Хорошо Это я понимаю Дотка Видели да Какой актив Кайф Так 48 крипов Но не успел Я больше сделать Потому что сейчас Драка затянутая была Да Отмазки Отмазки Пошли Пойдет Душим его Он накат Будет делать Сейчас Там армалет Просто Гений А че ты от меня Хочешь Почему именно я Почему именно я Хорошо Почему именно я Найс Гений Гений Почему именно я Вот да Вот вопрос Такой вот Назревает Чего именно я Так Тускар Когда Рестница Рестнился Входим Еще урну кинул Да ты че Но могу сгореть Кстати На работе Чистый Дэмэдж Сдох Найс Молодец Жесть Там По армалету У пацана 2-2 У него Ну ладно Молодец Феникс Дожал кнопки Так Что мне там Нужно собрать Сейчас посмотрим Жесткая Активная Катка Жесть Активно Активно Стики нужны Сейчас Пурманс Разберем Сделаем Аквилу Пурманс Разберем Делаем Аквилу Бх Если в спека попало Кстати Сейчас нормально Буду Хорошо Погнали фармить Фазики Жесть 700 ХП Фазы Это фановый Билд Не знаю Тут походу Не фаново Будет А потно Даже Разберемся Так Молодец Я не боюсь тебя На фениксе Не думай Что если Один раз умер Это не значит Что я тебя боюсь Вообще Феникса Не боюсь В принципе Просто прыгаешь Атак Высшиваю Все Но это КГ Это ГГ Адоб Ставить Этот Инвиз Это Тоже С Инвиз Зашел Ну ладно Это Руны Это Везение Это Везение Обса Надо Это Везение 2 Инвиз Руны Ну как 2 Инвиз Руны Одна Инвиз Руна Инвиз Везение В принципе Это Нормально А мне Нельзя Блинковаться До того Момента Пока Он Накат Не Сделает Иначе Он За мной Покатится Это Понятно Это Понятно Блин Пазы Могут Заруинить Здесь Пазы Могут Заруинить Чаленги Ребят Тенту Чаленги Контенту Сколько там Половина Да Тускар Опасный Имба Туск Все Восстановил Себе То Что Туск Плохой Старт Был Он Все Восстановил Это Имба Как Никак Гоу Ауизи Этого Тоже Забираем Печально Что Не я Забрал Ну Ладно Пойдет Че Страшно Че Страшно Фигаси Он Газанул Просто В тупую Нападение Бах Бах Все Готов Жесть Фен Вырезал Да Я бы Блин Канулся Побил бы Но Не сегодня Гоно базу Гоно базу Гоно базу Гоно базу Слагдар Седьмой левел Это плохо Это плохо Это плохо Блин Походу Фановая катка Перерастает В потную Как же Это не очень Как же Это не очень Слагдар Слагдар Да Фак Встал Но Четвером Вряд ли Получится Что-то Четвером У нас Врядно Что-то Вряд ли Что-то Получится Эхо Слаймом Прогает Чувак Нормально Все Хорошо Если крипы Не спали Будет Офигенно Хорошо По хатам Еще Там Еще Где-то Этот Должен Быть Туск Пена 170 Маны На Таких ХП Конечно Вон Тускар Еще Пришел Активят Пацаны Активничают Тускар Четвером миди рак точно то что у нас чела на топе афк стоит это не о чем не говорит но я не хотел там есть вайпер иди рак афана походу тут не будет хотят они фан он все равно афк тут надо соглашаться хотя бы вчетвером попробуем что-то сделать потому что чел просто стала в фк и все не вижу смысла пытаться как-то что ты хочешь чтоб я бежал и убивал его не знаю как бы да куда можно попробовать но сдохнем я у меня конечно же накат так что там у меня в беда должно быть беда в г-90 ос лордар пришел хорош до герочек хорошо хорошо химик фармит так есть кнопки достики возьмем погнали вот толпой он один стоит у него даггер правда этом минус блин да можно там в принципе принять их о о я худал молодец ладно нет так нет я сдохну туда сейчас панчи бхшники ну бх заберут это радует хорошо он как патчи профессионал на тускаре да бх забери же ты на траксе вот это видели ой спека хорош заберет молодец хорош там тускар профессионал непризнанный просто с фейка кто-то залетел миссии донни какой-то пускай это метод нечего думать даже герой сильный конечно мета выиграй все попал дайди нафиг сколько ман у тебя там 170 дядь переиграл получается хорошо мидера 11 ливили мидера 11 ливили 12 уже дядя надо перетерпеть все ок будет иной те там просто них ранний пик формы поэтому они так играют сейчас вы че думаете это сейчас они так играют чуть позже мы сейчас под парнем они начнут бибу сосать не позор все так и опозорен только что был если чо здорово у какался с лордар у какался с лордаре парень у какался по ходу погнали в миду арманем единственное что может нас словать этой катки это алхимик который сейчас full free стоит у него по-любому уже и страдиенсы и прочее всякое дерьмо в этом будет проблема действительно большого характера мы так быстро фармить не можем как фармит алхимик о дефицам дегера армлеты да фан билда тут не будет золим с лордару деггер нужен срочно на и сам делает дядька не надо меня фокусе приз прыгает он блин я вот это пока ха-ха-ха писал же есть они там герой отошел оу замедло хорош да вроде фан должен быть в этой катке но фана походу не будет алхимик радик travel даггеры все такое будет у него уже есть это есть такое дело манту постараюсь сделать и есть т.п. иди до сих пор без даггера дядь а а а а а а а а а умрешь даггер есть у даггер есть у нее да альки мик альки мик а вот здесь уже сейчас будет фармить вон он вон он внизу хорош кстати забираем скорее всего есть еще тут да какой юнов какой нафиг и ул дядь байбэк хорошо амина золото алхимику манта есть ребят манта есть манта имеется славдар минус продаю купим если что на базу сократ нафига себе там тускар закупаются ир образовался это не по спеке про про тайминги про тайме по тайминги было бы огонь от last я могу не выдержать весь дэмидж который идет инкамом минус манта феникс такое хочет ультануть прыгнуть да у него фуловая мана отойти так славдара потеряли он обещал вернуться посильнее манта есть алькемика алькемик а какой бб все огонь дядь да вы там и дилей магина 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 виноват и дилей магина глиф нажать да сложно даже нужно лифт нажать не хочу подъезд остановиться хорош хорошо на блинке будет уходить нет я не ухожу на блинке но тут вот так вот из алхимика сейчас просадим так погнали погнали души хорошо давай давай его туда же хорошо пойдет с байбэком хорошо рили прокси и пуш но руинит ракса вот за такой кикать смело можно смело давай 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 мисклик найсовый есть руин тракса просто не могу это не написать просто руинит но могли сразу дойти да вот вот это чисто называется грифинг просто животному на и саегу тускар забрал красава ну тракса заруинила просто спс закатку мусорки и ему виноваты понимаете молодец на траксе красавчик лучше мета тракса конечно конь еще тот еще тот ладно буду типа сплетить мид отдаем не вижу смысла идти куда-то я вижу смысла так тачку забирает хорошо эх не заберу да он без дайва что ли без дайва о тузка забрали идет тузка забрали а егу выбили тускару но если его заберут бейте красавля вообще камбетчим но если тракса бы играла на всю но он не играет видите как он делает обидки вот эти какие-то чсв включение никогда так не делайте если вы хотите выиграть пожалуйста если не хотите выиграть да можно так делать то есть тракса непонятно что хочет он же вроде играет но не играет в то же время да согласитесь но просто вот рак ау вот никнейм запомните его мы бы уже давно начали выиграть если бы он играл нормально по факту я вам говорю пацаны можем же выиграть эту катку не нужно ее руинить и реально можно выиграть реально можно выиграть так башер башер на фазиках антимаг где вы такое видели на фазиках на фазиках на фазиках пойдем чуть не успел туск идет туск уже будет думать перед чем прыгать мы уже чуть чуть посильнее стали мб чем уже будет думать окно и из чужого я сможет их ночь их ночь и ах ночь эхо б не надо тут надо уходить надо уходить фармин дальше а чуть по прожачку забираем фармин почти так так а где же наш заветный мс билд спросите вы я ты сам знаю вот как бы вопрос такой интересный я же он я не вижу его пока что мидер рак разглифы есть есть кайфуемся на базу фулки погнали с лордар умирает да плохо дэв без лордара будет не очень так левчанский делаем ну и спрыгнет он уже не прыгнет хорошо общими силами сейчас можно подъезда так позиционку потерять а это гг вот этому пенсионеру алькемик пришел алькемик да блин отдохни уже а базу идем дефиц там на базе алхимик бежит даталова мне главное крип скипнуть здесь а дальше уже пофиг так у нас там еще сдох вайпер да вайпер даталова тоже бежал тускар поэбэкнулся найс резаемся резаемся так я хочу очень сделать лотар очень хочу его сделать но там бх у меня манта есть в принципе он то есть это будет неожиданный поворот как он теса буду прыгать да то есть без прыжка просто заходом это будет хорошо будет хорошо туск туск без бб не доведет идет до ломать сало даешь если будет офигенно дает так но меня фисура это радует хорошо во-во-во-во-во сало и поехала правда и ест сейчас прыгнет ест не прыгнет хорошо отлично на базу сбегаю по адрегениусе поехала имбовые геймплей на самом деле происходит сейчас наблюдаете имбовый геймплей де камбэка им с говна без бб туск у него низ хорошо не хочет чтоб я его забашил даже пойдет погнали ого кстати можно могу можно и тогда пойти принципе вот и два сломаем но можно было мид сломать просто вот и два т2 в принципе они под траксой быстро должны сломать но я хотел мид пойти хотел мид пойти я могу просто сейчас вот тут драка я бы пригодился реально погнали пригодился бы там а я там в любом случае пригожусь хорошо туз крестнулся сейчас туск 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 в смысле не хватает туск на топе да за медлой имеется ого дядя хорошо нова засейвил сейчас ульта будет по-любому пена а нет не будет хорошо погнали в топ минус 5 слушайте но камбэк года получаются мидрак гэгэ хорош так 3000 гоу то что я хотел такой катки можно еще заруфлить 2 5 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 там поймается 522 работаем 122 работаем еще не туда в бкбхе фармить классика так ну файт мы хороший провели надо еще один файт хороший рано расслабляться пацаны рано нас ты есть эти утяждастов нету можно попробовать в инвидже дойдет ем и гау вопросики шоке чем происходит мигир рак получается гк ё-моё что это за игра была так что я вообще не вкурил не додавили пацаны хорош не додавили надо тараску тараска принципе есть уже мы все ушли дядь 2000 ура летит сейчас заберет виталити хорошо и кур вот сюда отличного туда 500 золота тараска вопросы это печально не собьет или собьет смотри че есть и ул есть брат кринж просто же есть тарасочка брат по зареги не мся жестко мы так и да нули жестко фитонули погнали добьем тарас пятером что-то мы так сплитонулись на самом деле очень сильно что аж бибу засосали что-то золото надо золото надо тараска есть хорош отлично круто юл зашел пацаны а этот еще сейчас бы сделать сделать муншард abyssal погнали с его лам юл почему я собрал юлия сделанная м.с. то первый момент второй момент это диспейл пусть будет ничего страшного мана нужна катка активная дамаги хватает я могу немного поизвращаться и чувствую что можно так что ребят все огонь и парьтесь запарьте лапши пока байбайка нету они могут зайти вот за ван выйдь просто и все спека тоже латар сделала манта найс иллюзии ген хорошо пошло дело на это уже где точно антимуги по миду бегут г.г. это жестко да посмотрите на всю нашу команду как мы на фидели до 10 12 14 смертей у меня 6 только и 9 у вайпера я минимум фидер на карте минимум я давно выиграл бы да ты слабый химик признай слил и напишем по триггерим на самом деле не люблю так делать но катка такая агрессивная токсичная стандартный папу разница так попотели паре умею как и ульчик умеешь так сам на фениксе где там хорош gg ну что ребят вот такая катка получилась у нас крайне мс билд ну чисто по рофлу ну как по рофлу плюс еще одна потная ничего страшного жалко что не сделал до конца то что хотел но в целом пусть будет через юл юл не рекомендую собирать но тут я собрал тупо потому что диспейлиться можно и принципе я чувствую что дамаги хватает в этой драке поэтому ребятки г.г. хорошая игра реально годная от трон выходим и все годная игра тоже получилось алхимик конечно лох г.г. ребят вот такой вот у нас получился гайд на антимага не забудьте поставить лайк и написать какая каточка вам понравилась больше конечно же ну и в принципе в принципе что я могу сказать в целом по самому персонажу и по тем билдам которые я делал в принципе я сегодня привел несколько билдов каждый по-своему из этих билдов хорош поэтому смотрите сами какой билд собирать я если честно выбираю всегда билд через молнию само по кайфу быстренько выформили быстренько сделали в г-шку взяли молнию и пошли играть со своей командой нежели чем с бф он бфом вы очень сильно оттягиваете катку на 5 таки судить вам напишите в комментариях какой билд вам ближе какая катка в целом понравилась на этом все друзья подписывайтесь на канал на youtube на тг не забывайте про бустин звать про стримы и все с вами был ксеназос до скорого